что же Hogwarts Legacy 6 часть долгожданная для меня и опять я забыл кстати вывести чат это вообще самый класс много что делал я не сидел жопу не просиживал сейчас буду рассказывать бегал вчера что ли уже или не помню а и вчера и позавчера бегал без значит со стримом но закрытым тестил ну то есть при полной нагрузке тестил игру настроил как надо теперь никаких мучений не будет будет приличная графика и даже качество чуть повыше сегодня кстати дневной стрим 14 35 время да отсылаю уведомления и можем стартовать что еще так это сделано теперь сюда а что еще что еще еще у меня как раз таки новый звук надеюсь вам понравится ёп твою мать мне тут открылась на забыл тоже опять же дискорд зайти сегодня был выбор или рафт можно было сходить с колей была возможность да но я выбрал Hogwarts потому что ну чё я зря что ли тестил за бегал сейчас у меня кстати провод микрофона в натяг ну ничего чуть-чуть не вот так поближе и все вроде да вроде все и сделал главное паузу поставить все чат выведен все четко все продолжаем шестая часть немножко посмотрел я уже забыл реально что мы делали в этой игре так мне накрывает небольшая шиза да закончили мы не не мы не здесь прошлый раз с я обязан проверить что у меня как фильтрах ну да все нормально так мне бы мне бы нужен николай было бы неплохо чтобы он посмотрел послушал и так далее но я боюсь трогать микрофон почему-то на стриме чтобы не шуметь у нас есть таланты давай посмотрим четыре очка талантов у нас есть ключевые вот какие-то ключевые реально крутые таланты я не качал про тега не интересно вот поглощение да нет было какое-то хорошее такая вещь такая серьезная я бы сказал реально вещь или тут вообще глатсус неинтересно десценда может быть потом скрытностью и особо и не пользуюсь ключевые наверное да давай повнимательнее а вот ревелью больший радиус это интересно этом я давай возьмем и индикатор им древней магии да вот это точно надо дать если использовать основную вот и вот этот и одно очко притормозим пускай у нас будет почти кстати скоро 24 давай я себя уберу так и надеюсь я ничего не забыл реально и все ровненько все четенько конечно дневной стрим это меньше гораздо актива я еще раз проверю да да все все работает ну и хорошо отказался от длсс да если более подробно отказался длсс в пользу обычного разрешения нативного дамы его ограничил частоту кадров 144 и все и все игра пошла ничего не лагает и это реально круто вот такие настройки средний какой-то там просто обработка низ когда и высок у нас материалы вроде так закончили мы не здесь в ручей комнате я здесь бегал тестил с основного из дополнительного персонажа довольно долго тестил меду давай вспомним игру я вспомню хотя бы да то есть основное 2 4 3 надо сцена здесь как раз таки да здесь бегал тестил собрал где-то одну страничку я уже не помню где и ну то есть ничего такого а я и одно такое крутое место нашел со 2 этого я сейчас покажу примерно где она там прикольный вид на хогвартс блин ну это про ну это у хогвартс нас с города так не увидишь давай по заданиям в чем у нас там вообще какие есть на поиски волшебных тварей можно а после этого и пойти по каким-нибудь ну или можно какой-нибудь простой 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 чтобы сейчас сильно не это дайрон дейл уже далеко хочется как-то здесь побывать ядовитый тантаклу я не знаю я сажал нет у меня она вообще есть вот она давай выручай комнату там мне кажется уже будет более понятно что нам делать так карта нам надо открыть хогвартс и вообще посмотреть реально что есть ему что ее можно реально посадить и зачем она как бы вот это покупать и принципе вроде знаю где это купить если он уже все быстро на пока я бегал эти там бадьян у нас уже мандрагора полная споруч смоковница значит а большие вот она да я ее сажал все круто зелени видимости можно по ручку там парочка реально у нас нас она но до что было но там на обмен на все фокусирующие зелье кстати а его не умею крафтить надо купить его этого сколько у нас денег вообще давай взглянем снаряжение на 55 монет 55 и а броня обмунирование пускал да ну примерно ну да примерно мы его логулы вообще хотя вот эти 17 ты прикинь 17 этого шмотка скоро значит будет приличный на зелье не видимся так долго делается одеяку нас тут стоит на давай пока все равно отслеживать будем основное с помощью хвать мешка на тентаклу по мере так сказать я ее залутал она у нас теперь есть сколько хилок 13 хилок и 3 кстати и 3 у нас ячейки получается на древней магии на или как так сказать при использовании я дикий плантатор сейчас сразу будет готова я со звуком сидел где-то часов ну изучал часа два и делал первый день там часа два или три и сегодня часа три где-то потратил ну чтож давай сюжетику я хочу узнать как пользоваться хвать мешком отлично дик рад прогуляться а еще я вроде выявил почему кашла обуэс вроде как он был гадким браконьером служение ему дик ненавидел а что он творил существами именно тогда дик увидел хвать мешок приятно знать что вы используете его во благо то есть мы сейчас будем ловить до кого-то вот мы и пришли от хогурца недалеко дик любит здесь смотреть на магических существ особенно ему нравятся карликовые пушишки здесь им ничего не грозит вам нужно лишь подойти поближе направить хвать мешок на карликовую пушишку и она окажется внутри хорошо озвучка крутая спасите пушишку почему спасите и жизни здесь же и ничего не грозит хвать мешок используется чтобы спасать волшебных тварей вы нажмите ты а затем наведите курсор на хвать мешок удерживать лкм и перетащите в принципе понятно нажмите ты и вот он хвать мешок вместо этого пушишка вот она f вы поймали спасена куда она делась ну ладно давай я поймал карликовую пушишку вы можете спасти столько сколько вместит хвать мешок браконьеры ловят пушишек и ну в общем дик не знает что они с ними делают но уверен что им будет безопасно с вами но не всех существ так легко спасти дик предлагает вам поискать кого-нибудь летающего и как насчет болтрушайки хорошо где мне искать дик видит не сдащуюся к западу отсюда на большом дереве которые видны исход да вот он я там был соблюдать осторожность дик натыкался на браконьеров в тех краях и дик будет ждать вас там я знаю даже как эти я даже знаю как туда идти я даже знаю как туда идти там растет ну как она златы злата чё-то как-то ее злато короче да кустик вот по дороге все правильно замок должно быть он был весьма величественным свое время не понимаю почему это сейчас он не величественный сейчас это так прикол так давай на пешком же пройдемся немножко конечно моему глазу не хватает резкости главная производительность хорошие больше ста фпс это вообще perfect да вот и схоматься и слетим как раз мы просто идем немножко назад с города как будто сейчас и там такой вид тут и замок видно оттуда и этот почему не ведет он так странно то есть метка здесь а как как мне карты ведет пишет такое а здесь а ты так давай так я вот так не поднимался хорошо давай ладно чуть газку дадим ну вот он имеется ввиду что здесь поднял а я поднимался с другой стороны как раз так круто реально когда все работает это вообще улёт правда скорее всего из-за конфига какие-то приколы с текстурами все не как-то видимость среднего место и может я уберу конфиг вообще и оставлю там два вас самых важных параметров или даже один я кстати накинул немножко для вас яркости и насыщенности посмотрим как это будет выглядеть кстати здесь есть огонек прогуляться лишним не будет никогда вот оно дерево крутое вот они кстати болтушайки привет дик продолжим о конечно дик так беспокоился за вас из-за всех этих браконьеров нужно действовать быстро болтрушайки там видите то дерево дик видел что левиосы используют чтобы замедлить летающих существ тогда проще подобраться к ним и поймать хоть мешок а если мне не удастся обнаружить существ существа обычно держатся вблизи от своих обиталищ поищите их рядом или подождите пока они вернутся у тебя есть советы как спасти более неуловимых существ и тут вам пригодится левиоса поможет спасти не только летающих существ но и таких которых вообще очень трудно поймать попробуйте применить его когда будете ловить очень мелкое или юркое существо единорога единорога я видел помните в этом в лесу так ну давай каково это было можешь рассказать о том как ты работал на своего прежнего хозяина хозяин диека плохо относился к существам и к диеку для него они были лишь источником прибыли он использовал их для зелья и как рабов и диеку лучше молчать но диек рад быть в хогвартсе и здесь он помогает ухаживать за существами чтобы искупить вину за ужасные деяния хозяина давай тогда пойду спасать болтрушайку удачи диек будет ждать ну да места обитания тварей мы это уже в принципе знаем левиоса ну блять как немножко неудобно пускай левиоса как насчет того чтобы помочь мне зажатиев или нажать левиоса левиоса зажать я тебе позабочусь это клетки покупать ну одни растраты у меня 50 рублей в кармане не я поймал болтрушайку диек надеется что ваши болтрушайки будет удобно в хоть мешке браконьеры охотятся на них из-за перьев и не церемонятся выдирая их а другие существа здесь есть диек знает только про одно стадо лун телят они живут на опушке который ведет эта тропа диек подождет вас там крутой скилл хоп и все ты где надо лун телят лун телят хорошо красиво сука ну вот типа такого наверное привет диек это та полянка про которую ты говорил именно лун телята приходят к большому дереву с узором в виде спирали но только когда светит луна так что если вы каким-то образом не знаете как ускорять время придется подождать наступление ночи чтобы их увидеть как ты прекратил работать на своего хозяина и оказался в хогвартс у предыдущего хозяина диека не было семьи поэтому когда он умер все домовые эльфы получили перераспределение от министерства диека отправили в хогвартс и с чем ему несказанно повезло а вот о его друзьях такого не скажешь тогда отправлюсь на поиски лун теленка диек будет ждать вашего возвращения да давай ускорим почему бы и нет ну теленка тихо тихо я же просто пытаюсь помочь таким образом в мешке сидеть не кайф нихуя ливио ели за ели как про когорьки сбрасывать диалог это это ужас Это было непросто, но мне удалось поймать лунтелёнка. Ещё одно существо в безопасности. Жаль, что мы не увидели танец лунтелят. Удивительное зрелище. Дик думает, что здесь мы закончили. Вы спасёте ещё много существ. А пока давайте отнесём тех, что уже есть, в комнату. Хорошо. Дик будет ждать вас в выручай-комнате. А, наверное, так же можем пёрышки вот отлутать, наверное. Давай к дубу я хотел показать, какой вид-то открывается. Серьёзнейший. Смотри. И всё видно. И этот, и вот этот, и вообще огонь. Мне, кстати, самому будет интересно посмотреть этот стрим. Потом послушать. Так. Хогвартс. И комната. Ну, хозэ. Мне кажется, лучше на воле, конечно, чем быть в клетке. Спаси реально, это только вот из этого. Теперь нужно показать спасённым существам новый дом. Но здесь для них маловато места. Представьте, что будет, если все эти существа начнут метаться. Может быть, если вы подумаете о том, что нужно существам, комната это даст. Что же вы себе представляли? Что же это? Надо же! Вы и смогли! Но что именно? Дик не знает, но можно разузнать. Буду ждать вас внутри. А-а-а! Где им будет так же, как и на воле, то же самое. Дик не профессор травологии, но ему кажется, что с некоторых растений уже можно собирать урожай. Но надо же! Это потрясающе! Дик, где мы? Здесь существам будет лучше всего. Это своего рода виварий. Существам здесь будет очень уютно. Они проживут счастливую и беззаботную жизнь. Может, выпустите их? Пусть посмотрят на новый дом. Как в матрице. Нажмите H. Ой, какой угарный. Хомяк на максималках. Ну, они тут одни, где им, ну, друзей, да. Дик думает, что в этом вивариуме существам будет хорошо. Конечно, лишь бы всем хватило места. Дик тоже на это надеется. Но если места не хватит, обратитесь к мадам Клювс. Из Клюва и Хохолка в Хоксмиде она поможет. Для тех, что не поместится в выручай комнате? Да, она всегда готова позаботиться о существах, и она предложит за них справедливую цену. Кстати, если вовремя кормить и вычесывать существ, можно получить ценные волшебные материалы. Например, шерсть карликовой пушишки. Когда соберете волшебные материалы у существ, Дик покажет, как их использовать. Хорошо. Я скажу тебе, когда соберу их. Интересно. Я почему молчу? Потому что реально интересно. Так, это ухоженный они дают вам материалы. Если. Корм, щетка, мы помним, да? Нажмите Т, затем наведите курсор. Ну да, 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 да. Это у нас... Наверное, лучше вот так, да? Так, сумка. Да, ну так уж. Здесь, например, вот этот. Э, не то. А где этот чудный? А, он... Ты поел? Эх, пушишки. О. Э, родной! Хар. И ты. Прикольный такой, сука, глаза по сторону для юга. Ха-ха-ха-ха-ха. О, там эти даже растут. Гемы. Как я понимаю. Так, вроде всем все. Пять перьев. Ну, да, и музычка хорошая. Мне удалось раздобыть волшебные материалы, Дик. Теперь Дик покажет, как их использовать. Для начала наколдуйте зачарованный ткацкий станок с помощью этого магического рецепта. Зачарованный ткацкий станок? Именно. На нем вы сможете вплетать магию волшебных материалов прямо в нити одежды. Одежду картить? И тогда она станет намного полезнее, чем была. Хотите попробовать? Вы будете в восторге от возможностей этого станка. Я поработаю с ткацким станком. Златоглазки они называются. А, без полетка. Водопад. Прикольно. О. Низкая каменная лестница. Типа, поставь ее здесь. А, ну давай. Перила справа. Нафига оно надо тогда? Что еще можно? Предметы. Загон. Да это целое... Это как Майнкрафт. Только более такой простой. Декоративное открытых пространств. Кустики всякие. Колодец. Лампа. Скамейка. Колокольчик. Покрытие. Чего? Для пола. Доски. Камень. Да, он вырастет. Он как-то тут обозначен. А, ну вот кукулу нам 22 минуты. Хорошо. Ткацкий станок. Я знаю... Где тебе место. Прям твое. Набавьте характеристику предмета и одежды. По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения. А, это вот то, что вот этот синенький у нас, да? Типа характеристика именно. Значит, по умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения. Или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели. Или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей можно спасти в логовых тварей. Понятно. Или разблокировать, выполняя задания. Рецепты с характеристиками можно обнаружить в лагерях бандитов. Рецепты с характеристиками. Понял вас. У нас в чем прикол? Давай добавим что-то, да, на сильный какой-нибудь предмет. Цилиндр, например, да? ПКМ и Ф. Давай Ф. Известные характеристики. Три, две. А, от второго левела и третьего. Слишком сильна для этого предмета. А, и вот мех пушишки. Так, это у нас, получается, мы обновление. Обновление. А что же нам даст? Бултур шайки. Это как используется для обновления. Обновление, что это такое? Давай проверим и посмотрим. А, нападение дает. Понял? Дает нападение. И здесь нужно... Дирикол. Дирикол. Да? И вот характеристики. Вот выжигание, например. Добавим. Ну, имеет смысл. Это не имеет ничего смысла. Ну, от гоблинов, конечно, тоже неплохо. Ну, урон. Ну, то есть прям можно заряжать по самой неболуси, мне кажется. Хорошо получилось. Надо показать дейку. Вот это надо бы собрать. Оно же растет. Еще целых 15 минут растет. Так, Дик. Ты где? Я опробовал ткацкий станок, Дик. Чудесно. Крутая механика, кстати. Можно ли с помощью этого ткацкого станка вплести в мою одежду еще более сильное волшебство? Безусловно, но для этого нужно спасти более могущественных существ. А сейчас Дик предлагает посетить Виварий и посмотреть на спасенных существ. Какие вещи может зачаровать ткацкий станок? Нет, подойдет только одежда определенного качества. Дик полагает, что в странствиях вы найдете ценную одежду. А еще Дик знает пару лавок в Хоксмиде с разной одеждой, которую можно улучшить. Понятно. Спасибо тебе за помощь, Дик. Да. Эльф, хвать мешок, ткацкий станок. Задание выполнено. А, че же мы не идем? Пошли. Мне кажется, у меня этого бадьяна, блядь. Да. Можно попросить тебя изменить освещение комнаты? Не, не, не. Не, не. Не, не. Не, не. Какая обстановка вам будет приятнее всего? Знаешь, лучше в другой раз. Давай встретимся у развалин замка Фалбартен, когда стемнеет, и никому ни слова. Понял. Крутой вход. То, что круто, что здесь вход не через F, не через что, а вот как есть. Я знаю, где единорог есть. А паук? Мы должны гордиться приготовленными зеленью. Я сенпень. Хорошо. В общем, много допов очень крутых, прям интересных. Занятия профессора. И астрономии. Себастья, ну, спорит в Большом Вод. Поговорите с Себастьяном. Наверное, временное задание. Шипер, раз вижу, вообще такой значок. Давай. Давай, давай. Какой-то спор. Чё такое? Ладно. Отправляемся. Кстати, ревелива ещё не тестили его. Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. Чё такое, пацаны? Чё случилось? С Соминисками связываться нельзя. Это опасно. Всё, что связано с Салазаром Слизерином, стоит того, чтобы рискнуть. Я не согласен. Но больше не скажу тебе ни слова. Извини. Я не сдамся. Чё, родной. О чём вы с Соминисом говорили? Он ведёт себя как ребёнок. Судя по всему, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий здесь, в Хогвартсе. Оменис заявляет, что в нём практиковали тёмные искусства, и даже приближаться к нему не ху... А я напомнил ему, что Анне нужно лекарство. Может, в этом скриптории мы найдём ответы. Тёмные искусства меня страшно интригуют. Что-то будет сейчас. У людей слишком узкое представление о тёмной магии. Имраксы отлично в этом разбираются. Намного лучше других. Пожалуй, мне не стоило об этом говорить. История семьи Омениса касается только его. Любой ответ правильный. Я бы хотел узнать больше, если ты не против. Обещаю, я никому не расскажу. Ну ладно. Только это между нами. Оменис научился тёмной магии у своих родителей. Ты знаешь заклятие Круциатус? Не. Как действует заклятие Круциатус? Круцио, также известное как пыточное заклинание, вызывает у жертвы мучительную, невыносимую боль. Его родители и старшие братья мучили маглов для развлечения. Какие, а? Оменис назвал крики жертв душераздирающими. Однажды в детстве ему впервые приказали использовать заклятие, но он не смог себя заставить. В наказание кто-то из семьи наложил это заклятие на него. Боль была нестерпимой, и когда они снова потребовали использовать заклятие, он сдался. Сколько бы я не убеждал его, что выбора не было, Оменис так и не простил себя. Это ужасно. Бедный Оменис. Он же был совсем ребёнком. Ему не в чем себя винить. После этого случая разрыв между Оменисом и его семьёй продолжил расти. А потом появился я. И теперь он проводит время, если не в Хогвартсе, то в Фелдкрафте вместе с нами. Оменис доверяет мне. И всё-таки иногда ко мне прислушивается. Напомню ему об этом, когда продолжим разговор о скриптории. Жди от меня, сову. Новости будут очень скоро. Жди от меня, сову. Я заставлю Омениса понять. Он передумает. Чё такое? Ну, я тебе так скажу, вот там это реально далеко. Вот тяна. Это магазин. Я даже не знал, что есть такие. О. 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 Первый сундук с замком. Так я уже забыл. Вспомнил. Опа. Открывайся, Ларчик. Будем тебя забирать. Шарфик на продажу. А, так, ну вот тут больше ничего нет. Ревеллио. Ну да. Опа. Опа, чача. Опа. Да. Слышишь разницу? Разницу. Так, Луи, в деле надо не забыть. Попрактикуйте навыки. Реста моментум. М-м-м. С-с-с-с-с. Жа-жа-жа-жа-жа-жа-жа-жа-жа-жа. Друзья, познаю свою меди. Давай в три метлы, а? блин она должна записывать реально чё для этой как и серию это период переназывать буду значит у нас сегодня ткацкий станок открылся винариум шо за буратня буратня за слово дикое так а я отслеживаю так тоже интересные бабочки давай на огонек иногда мне кажется что все дороги ведут в хоксмит придумал и так чё ты слышишь разницу или нет это уже привык мне кажется это такой звук которому привыкаешь сразу он нейтральный он не бесит рада вас видеть как будто не рада тут допов я того вот везде допы у меня есть здравствуйте сирона я получил от вас сову как поживаете приветствую удалось найти лодгака так лодгак да 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 мы лутали гробницу прошлой как раз таки серии так кривой перевод кстати почему с лодгак и работаем вместе да спасибо мы хорошо поговорили и она передает вам привет рада это слышать не стану выведывать у вас подробности разговора а также напоминать вам об осторожности надеюсь сами сообразите какими бы ни были ваши дальнейшие планы я да обязательно в записке сказано что вам нужна моя помощь нужна я хотела попросить вас оказать услугу моей подруги дороти спроттл из верхнего хоксвилда вообще-то я знаю миссис спроттл мы недавно с ней говорили о ее подруге клэр бамонт она очень милая мой отец дружил с ее покойным супругом эйденом в годы учебы я оставалась у дота эйдена на лето когда подрабатывала здесь но после смерти эйдена мы виделись лишь мельком в пабе сейчас дел не в проворот и мне не удалось уделить ей должное внимание я хотела попросить вас проведать ее и узнать не нужна ли помощь с ингредиентами к рябиновому отвару а заодно забрать одну вещь принадлежащую мне эта коробка со старыми письмами и всякими мелочами хорошо я постараюсь заглянуть к ней я буду вам признательна как и дороти эйден собирался принести мне коробку писем дот покажет где он мог ее потерять это деревушка находится к северу от хоксмеда передавайте дот от меня привет верхнем хоксвилде но я не вижу смысла и лететь или еще что-то просто пал я не говорю пуш его идет сцена диалога не помнишь к раньше как сказать ничего нам и здесь были у нас тут есть огонек там я в начале стрима все такое рассказал вот и верхний хоксвилд чем вы же найти миссис про то где же убирать вот этот мусор красный на карте а акция инцидент чувствует везде к это там инферналы здесь бляху памятью кто бля как спеллер кэнфринга дефинда ты все блядь ой ой давай давай и дыри похоже удача теперь на моей стороне акция инцидент или фопаста падает или он реально игра замедляется что-то вы вообще хереш и вас как говно тут ребят мне не работает ревеля вот это нереально стоячно ребят опа ларчик со сказками так все галочка стоит типа все закрыли его на сейчас мы я вас всех тут перебу экспилер конфлик теперь валяйтесь но мы с ну силой присутствует падина с муркомлями оля это к чадное там надо это на хил очку грибочки кстати я забыл я забыл использовать там так лу на врагах бегаешь понял забирай же грибы классно о ля брат ты чё экспилер конфликта здесь ну ка я магию а ну его нахуй два раза экспилер конфликта инцидент пусть экспилер можно проспамить за это x там пока тут есть коробки они валяются это хорошо а вот был повышенный урон и и просохать его были конфликта чё хилку нас останавливает много вообще ничего страшно в этом нет экспилер конфликта экспилер я твою инцидент инцидент ах блять дефинда конфликта экспилер на такие вот на такие вот на такие вот обязательно инцидент 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 еще стов как пока он блять воткнулся в стену дурак нанесла вот они и козявки тролля блять как они добываются херить нах ёбаная пианино ну ему не позавидуешь вот выход я надеюсь да ревеля о белка подожди-ка а волшебных твари эй печально или нет что такое это сюда надо там грибы давай залази здесь мы воспользуемся до пульса до пульса ревеля тюбля нужно их собирается эти очки тоже продажу неплохой лут эти так неплохо мы так зашли ну ну давай парокурщик если мне будут попадаться на глаза я буду стараться конечно ревеля он росли вот смуковицу наверное полезно лут для тех кто не выращивает так а выход а где он сухой не знаю даже а почему запретный лес я же был не в запретном лесу или в нем не я вообще по-другому шел я вас очисток так много ребят вы не похеревали тут все можно кормить существо а можно самому прокормиться за его улавливать я уж сто лет возле крэккрафта стоит акция инцидия из воротливый мелкий экспилер где родный что потерялся смешной такой хе-хе-хе-хе-хе ну тут грибы и золотых глазки ммм улёт нет ну туда что-то не особо хочется идти вот здесь то что вот они а это инферналы мы их сейчас тоже заебашим ну иди сюда о дерутся ебать прошлые дрались вообще вроде экспилер ну в принципе легко хотя сложность hard максимально то есть 3 замок 3 замок реально самый самый то что вот в игре мне не нравится то что замки надо дверях ну зачем они сделайте там не знаю но один левел да реально если ты сюжет не тут херни прошел тебя там закрыто это в этом тоже мало смысла вот и верхний хоксфилд где же найти миссис протал так вот он и рад вас снова видеть миссис протал вообще-то это серона райан попросила меня навестить вас уху дорогая моя серона на самом деле насколько я знаю она сказала вам понадобится помощь с ингредиентами для мэри воду отвара Она права. Мой дорогой Эйден собирал для меня мурлокомлей. После его смерти мои запасы истощились. Сочувствую вашей утрате, миссис Проттл. О, благодарю. Он был любовью всей моей жизни. Без него я чувствую себя немного потерянной. Если вы согласитесь собрать для меня немного мурлокомлей, я с радостью вознагражу вас. А они у нас с собой. Мы же только что из пещеры этой гоблина. Не поверите, но они у меня с собой. О, спасибо. Сколько тебе надо? Как замечательно. Странствующие торговцы будут рады пополнить запасы рябинового отвара. Сирон упомянула, что мистер Спроттл собирался принести ей коробку писем, когда ему стало плохо. Ах, да, конечно. Чуть не забыла. Я нашла ее перед смертью Эйдена. Он собирался просмотреть ее вместе с Сироной за кружкой другой сливочного пива. Эти двое всегда были как два лукотруса на ветке. Эйдену стало плохо, когда он собирал мурлокомлей по дороге к Сироне. Он дошел до дома, но, видимо, обронил коробку где-то в пещере. Она находится в горах к юго-западу от нашей деревушки. Соберите мурлокомлей, а заодно и коробку писем найдете. Неужели нам обратно туда? Ну, допустим. Сирона сказала, что жила с вами летом, когда училась в Хогвартсе. Какой она была? Ох, вы подумайте. Да, она практически не изменилась с тех пор. Все такая же очаровательная, рассудительная, заботливая. Как же нам было весело, когда они с друзьями навещали нас во время учебного года. Все обсуждали что-то, упражнялись в заклинаниях. Талантливые ребята. Ее подруга Мирабель в садоводстве настоящий гений. Она училась всему у своих родителей маглов, представляете? Представляю. Спасибо, миссис Проту. Вам спасибо. Я подожду здесь, пока вы соберете мурлокомлей. Мы с торговцами, которым я помогаю, будем безмерно вам благодарны. А. Как говорится, все бабки лутают? А ты как дурак, нахо всем помараешь. Да, вот мы там только что были. Думаю, это та пещера, о которой говорила миссис Проту. Да? Мы здесь были. Ну, сейчас быстренько, чик-чик, туда-обратно и все. Будет готовчик. А теперь нужно найти в пещере коробку писем Сироны. Может, нужно осмотреться и поискать коробку писем. Немножко, да, не продумано со стороны разработчиков. А, так ебта, она обновилась вся. А, хоть подожди. Я бы не сказал, что я здесь буль. Или я здесь буль. А, то есть ты пока не сломаешь, да, ты не сможешь. Так, нас интересует заклинание. Вот это, наверное. Нет, не сцены это не то. Ты пульса! Плыви, плыви. Че, как червяк, блядь. Ревеллио! О, ёптвою, блядь. Богу муть, сука. Ну вас нахуй. С такими растениями. Какое-то пальто. Залутали. Во! Ну на единичку защиты, зато инфернал. Я не буду менять. Вот это поменять. Сможно смело. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот ты оля, ебать. Давай с таким плащиком, че. Побегаем. Ревеллио! Блядь, а я вот внизу как раз и не был. А, не, вон, тролли, ебать. А че же я не посмотрел? Тогда. Внизу там и были. Пиши, там какой-то... Не-не, не понимаю. Там вниз. Ну как? Давай вот так, через тролля. Придется сражаться с этим троллем. Хотя, можно попробовать его обойти. Только его тут нет, ну да ладно. Ну вот, Хомбартс. Ревеллио! Крутая дружка. Ну, вроде бы это все, Мурлакомли. Месяц Протал будет довольна. Так, письма Сироны, коробка с письмами. Понятно. Дорогая Сирона, когда я попал сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что я во многом отличаюсь от остальных первогодних. Признаюсь, тогда я думал, что в Хомбарсе мне не место и даже хотел отправить родителям свою сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. А ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Так, ну я не знаю, наверное, это не для всех. Мирабель. Столько читать? Реально. Хорошо. Я сотверил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды. А сейчас мы выиграли кубок Хогвартса. Как ты в рано обязан тебе всем. Шом. Разные письма от разных людей. С днем рождения. Нужно отнестись иронии это коробку писем. Она будет рада. Да, ну и здесь же мы выходили, да. Как я так делаю? Реально, я иногда... Вот, например, плюй камни. Я помню по сто раз в них о тех же местах ходил. Ну, типа, не сто, ну, кей. Два раза я точно был в одном и том же месте. А может, и даже иногда три. Сейчас-то нет соперников тут никаких. Их тут уже всех поперехерачил. Правее, и подкуда так. Так я вроде знаю, что надо эти шарики, можно лопать. Из-за этого будет... Ну-ка, подожди-ка. Интересно, кто тут жил? Кто тут? Да я. Я мечтаю от акций. Инцидия. В чем прикол, я его даже не видел. Я в боковом зрении ему видел, думать, блин, что-то летит в меня. Ревеллио. Ревеллио. Смотрю. Давай сделаем испытание Моррлина. 24-й, кстати. Экспилярус. Конфринго. Конфринго. Ревеллио. Вот, кстати, на испытаниях Мерлина Ревеллио это то, что надо. Это сложно, Мерлин. Реально. Тоже шарики тут. Это волшебное существо? Не, оно... Овца. Очень вряд ли искать. Ревеллио. О! А я знаю, что постройки просто так стоять не будут. Ты ванны ложески. Да, шары, видишь, подсвечены. И типа их можно ломать, нужно. Там дадут что-то, я не помню, уже не вникал. Её, твою, как этим управлять? Подожди. Давай без шифта. Сейчас можно и шифт. А это мы где? Ладно. На другом еще это поселение. не в лучшем состоянии. Ага. Бесполет. Если на свете месть. А, мы уже в Хоксмиде. Нихера себе. Интересно. Поймать мы уж кого. Ладно, потом. давай доделаем. Дождь и город. Это самый, кстати, вот реально жесткий перфоманс тест. Тест. Ну, когда дождик в городе, это реально больно. Я уж тут ничего не могу сделать. Ти. Здравствуйте, Сирона. У меня хорошие новости. Мне удалось собрать мурлокомлей для рябинового отвара вашей подруги миссис Протал и найти вашу коробку писем. О, спасибо. Не зря я просила о помощи именно вас. Меня заинтересовали некоторые письма в коробке. Разумеется. По-видимому, большинство из них от сокурсников. Я заметил письмо миссис Протал от вас. Похоже, вы много времени проводили вместе. Это правда. Она многому меня научила, когда я проводила лето у них с Эйденом. Должна признать, с подростками бывает очень непросто. И не все так хорошо относились ко мне, как с Протлы. Но они, как и многие мои друзья, были так добры ко мне, и это помогло пройти через... ну, скажем так, трудные времена, мягко говоря. Угу. Я видел письмо от вашей подруги по имени Мирабель. Это профессор Чеснок? Именно. Она одна из моих лучших подруг. Если захотите прочесть это письмо, она будет не против. У нас с ней похожие взгляды. Особенно в том, что касается молодежи. Мы считаем, что опыт дает нам бесценный урок. Мирабель всегда говорит, приятно видеть, как человек расцветает, особенно, если он сомневался в своих силах. В одном из писем говорится о тренировке по квиддичу. Вы играли в команде? Играла. Три года была ловцом в команде Коктеврана. Мэрлинного борода. Я просто обожаю квиддич. Что может быть лучше, чем поймать золотой снич, когда твоя команда проигрывает на 140 очков? Не прощу профессору Блэку отмену матчей в этом году. Как же хочется снова поболеть за Коктевран. Я рад, что смог помочь. Миссис Проттел передает привет. Не знаю, что бы я делала без нее Эйдена. Еще раз, благодарю за то, что помогли ей. И за то, что вернули мне эту коробку писем. Хочется иногда погрузиться в приятные воспоминания. Я сейчас подумал, а все же... Что мы все очень обязаны вам за спасение деревни. Это вы уже говорили когда-то. Ревеллио! Вспомнил. То есть задумался. Все же началось, прикинь, с книги человека, которая придумала все это, по сути. Ну, вот этот сеттинг, вот эту вселенную. Потом пошло-поехало. Фильмы. И так далее. Игра. Так, не знаю насчет печеньки. Что там, совы нет? Ну, давай печеньку попробуем. Может быть, просто не хочется какой-то большой, почему-то не хочется. Возле западного моста в Хоксмеде мне случайно повстречался гоблин, который оплакивал печенье. Меня разобрало любопытство. Нужно обязательно поболтать с ним, когда у меня будет время. Давай, сходим. Так, направо. снизу я буду делать без нее. Да шо ж ты. Здравствуйте. Что-то случилось? Да, еще как случилось. Моего дорогого лунтеленка печеньку украли браконьеры с севера. Негодяи. Я пытался с ними сражаться, но куда мне с ними справиться? Мне очень жаль вашего лунтеленка, мистер... Гарнов. Просто Гарнов. Я всего лишь скромный гоблин, да к тому же не особо храбрый. У меня нет шансов в схватке с бандой кровожадных браконьеров. Ох, бедная моя печенька. Остается только надеяться, что ей удастся сбежать. Как думаете, зачем браконьеры забрали печеньку? Понятия не имею. Навоз лунтелят это очень ценное удобрение для волшебных растений. Но едва ли браконьеров интересует садоводство. Как знать, что они с ней сделают? Ее могут высечь, освежевать, выпотрошить и набить соломой. О, моя печенька. Какая фантазия лютая. Какой необычный питомец, но почему вы решили завести лунтеленка? Однажды она сама за мной пошла. Не отставала от меня ни на секунду. Я никогда не собирался заводить животных, а теперь и жизни не могу без нее представить. Лунтелят принято считать неразумными существами. Но, уверяю вас, печенька совсем не такая. Я бы не променял ее ни на гиппогрифа, ни на гиппопотама, ни даже на гусыню, несущую золотые яйца. Я поищу вашего лунтеленка, Гарнов. Вы очень добры. Вот бы все волшебники были так же любезны с гоблинами. Если вы увидите ее и доставите домой в целости и сохранности, обещаю наградить вас за труды. Постарайтесь ее найти и будьте осторожны, браконьеры без принципа. Надо попытаться спасти лунтеленка Гарнафа. Хай. Похоже, браконьеров можно отыскать на севере. А, перезарядка и заглядание выпившем, ну, будто не очень интересно. еще раз благодарю вас за доставку зелья мадам лаванг. Вы сэкономили мне много времени и сил. Может еще увидимся. До свидания. Может. Что тут у нас? Деми Ревеллио. Деми маска тут есть. Но тут второй левел ее говорит, она близко и у него реально он довольно чуткий. Чувствует. А как же я тебя не увидел раньше? Сундучок рудненький. Так. Где это вообще? Может снизить громкость, Музычки. двоечки. Так. Карта, карта. Карта. к северу. Нихерайся к северу, да? Болото. Болото, блядь. На болотах. Ну, понял, игра типа заставляет побегай. если делаешь доп и побегай. По миру. Вы не представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Лягушки. О, это надо. И надеюсь, что вы же. Куда она подевалась? Кто? Аллахомора. Так. Кого-то сейчас мы освободим. По всей видимости, да? Нюхлер. Стой, блядь. Теперь ты, теперь ты мой. Блядь, вот бегает, Ревеллио. Мм. Мм. Пропал, сука. Экспиллярмус. Контринго. Экспиллярмус. Давай, голай. Я вам тут всем пиздили, Инцентрия. Экспиллярмус. Тут еще испытание, Инцентрия. Простейшая. Причем, кстати. Всего лишь надо забраться на эту гуру и пнуть камень. блядь. Де пульса. Инцентрия. Экспиллярмус. Де пульса. Блядь. Блядь. Тут, наверное, этот Левиоса надо, который у нас не изучено. Кстати, я так и не курочки. Акция. А может, Левиоса. Де пульса. Де пульса. Де пульса. Не буду вот этот вот этот закрывать, чтобы чтобы к нему прийти и открыть как асток. Потому что они тут рядом. не помечены вообще. Как бы. Гиппогриф что ли? Юбая. Чё? Едай на уроку, бля. Я решу за тропа приколов. Ревеллио. Левиоса. Сука, улетел. Он больше не придет. Ревеллио. Левиоса. Подожди. Где это херь, бля? А, вот. Как насчет того, чтобы помочь мне? Ревеллио. Левиоса. Ревеллио. Чё за лока дикая? Блин, ладно. Ну, вообще, стрелы, наверное, хер поймаешь. Вижу сумку, иду к ней. Блин, ну, я их слышу. Ревеллио. Дестендо. Дестендо не варик. Кстати, вторую эту не использую почему-то. Браконьеры. Горнаф был прав. Нужно было соблюдать осторожность. Левиоса. Дестендо. 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 Конфринго. Да, ты же. Акция. Инцентр. Экспиляция. Никто не заметит пропажи очередного. Конфринго. Конфринго. Нет уж. Дестендо. Левиоса. Дестендо. Конфринго. Инцентр. Экспиляция. Да, постой же ты смирно. Я буду наблюдать, как твои Левиоса кастничек. Акция. Инцентр. Ритук. Левиос. Дестендо. Дестендо. а сейчас развлечем редуктор инцидент что за трусость сражайте честно дефицит ничего нечестно пианино одним браками ревелия эти припары можно предвести вообще не использую давай либо поставим припару не уж сломать нахуй ну тут надо десендо аллахомора готова так и кто же из вас печенька да ёб твою блять сука не надоели ну акция инцидия конфликта ах блять экспилермус инцидия конфликта экспилермус конфликта 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 и фэпингт конфликта экспилермус инцидия на что не плюс как-то забагались еще и ночь порежьте типа на ловучки и этот дать конфлик дефинда двоих виде нужен был сразу и они не в линии стояли ревеля пока туда разрушение 3 спасите печенье куда я ее а и тут нет как бы а у меня область поиска тихо тихо ну ладно печенька пора возвращаться гарнофу каждая печенька так и будет полетим наверно что тут есть вообще шарик почему бы и нет чуть-чуть за место стоять бешеная печально известный рынка зная очень коварный враг мне очень интересно подали бешеная тупи руйка а а Блять Дифиндо! Конфринго! Акцио! Инцендио! Экспеллиармус! Экспеллиармус! Конфринго! Экспеллиармус! Конфринго! Инцендио! Дифиндо! Инцендио! Экспеллиармус! Пойдет! Вся, видишь, камней много. Первый печально известный враг. Печально? Неизвестно. А это чего? А, это мы тут были. Нужно здесь осмотреться. Таня. Идеи, когда ты близко к земле летишь, у тебя эти... Как их? Ревеллио! Так, мы тут лутали, да? Когда близко к земле летишь, у тебя этот... Не тратится ускорение, типа. Пам-пам-пам! Что же он скажет? Ты куда нахуй? Моя милая печенька. Тихо, не гуди. Гарнов, мне удалось спасти печеньку. Правда? Она в порядке? Она испугалась? А вы как? Печенька в порядке, и я тоже. Мне удалось спасти ее без особых происшествий. О, хвала небесам! Если в чем-то замешаны браконьеры, жди беды. Мне не терпится отвезти ее домой. Я так скучал по ее вечерним танцам. Как же я рад. Хорошо, что она в безопасности. Уверена, она рада вернуться домой. Просто гора с плеч. О, моя милая печенька. Мой мудрый и благородный лунтеленочек. Вот ваша награда. Вы ее заслужили. Еще раз повторю. Вы восстановили мою веру в волшебников. Прикинь бы я ему сказал, блять, не это нормально. Вы вернули мне талику веры в волшебников. Мы с печенькой вам очень благодарны. А сколько дал? Ладно. Хотя я помню вроде сколько у нас было примерно. Тысяча монет у нас сейчас было не знаю сколько. Примерно помню, не знаю сколько. Ну. И атаков, да. А-га. Предлагаю в комнату. Там и как раз и животных там вот это да. И растения и сварим зельки. Хилок. У нас нет хилок. Семь хилок. Ну что это? Это смех. Ага. Тридцать бальяна с одной этой. Ёпт. Это жестко. Двести восемьдесят четыре бальяна. Знаешь. Зелье максимум, да? Есть хилочка. А, я могу вон как. Второй стол. Тон же хилочка. Тут уже готово. Давай грозовой один. И еще один. Как будто пусть будет, да? Одно невидимости еще. Тяне. Вот невидимость реально бесполезная зелья. Продолжительность микроскопическая Хихилок Вот тееварка дикая Грузовый напиток долго делается Хорошо Хорошо Процесс идет уже 15 Пойдем к животным сходим Где они Так вообще Классно Продолжение следует Прикольно Так все Собираем наши зельки Тут у нас все Готовчинка И Давай выявим предмет Что у нас вообще Здесь боговный звук что ли Правомухи только А Есть ну да логично Все хорошо Так Давай Только не карту А задание нам Блять Тентакл Так я и не сделал Крутникс Я бы знаешь Че сделал Я бы на ту гору пошел Вот Хогвартс Вот это И вот Вот она гора Лунтенка Одного возьмем И Эту Как он Забыл как раз Я всегда говорила Что путешествие Расширяет сознание Лунтенки Они же ночью Да Как раз Где сумка А Блядь Я ее теряю Постоян Сука Слышь Ты долбоеб Блять Все портит Нах Восемь ног Да еб твою Триггер не там Да как Блять Готово Теперь все хорошо Тут не тут А ну тут птичка 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 Вроде надо Левиоса Левиоса Не бойся Я не Ревелю Не бойся Это же ты Помешал нам Стойте Не брат Я тебе не помешал Дурак Дурак нахуй Я думаю Че за херь Хогвартсу повезло Что он защищен Заглян Акция Акция Инцидио Ставлю пыль Конфинго Акция Инцидио Инцидио А ты так? Десендар Сиди Гуляй Сиди Гуляй Хорош Дурачи Гуляй Ревелю Золотоглазки Пойдет Так Лунтенка Мы взяли Одного Ладно Давай скинем Сразу Чтобы не забывать Надо его сразу положить Туда В наше Эйресское местечко А у меня тут два Да? Я не представляю Как это было бы Если бы не было Вот этих Ну еще больше Скилл Можно было ставить На разные Да? Эти Так Окей Задание Астрономия Или Встретитесь с Натти Сейчас кстати Стемнело Давай Встретимся С Натти А как С ней встретиться Чтобы научиться Изложным Гардиум Левиоса Это чесноук А Это вот как раз Наверное Встретитесь С Натти Но чесноук Это Тентакула Не ну я могу В принципе Тентакулу Использовать Только мне бы Куда Бахнуть Куда Нибудь Блять Куда Нибудь Блять Я даже Не знаю Куда Дай сюда Мы там вроде Были Как раз Какая приятная встреча Мой юный друг Лягушки какие-нибудь Нет Вот вижу А это инфернал А он вообще Не кинфернал Слепошарой Как он Все задания Выполнены Акция Инцентия Экспиляр Конпринго А я два дерева поставил Ничего страшного Эти все летают Ну Грозовой напиток Лучше чем Тентакулы Как будто Хотя Непонятно Че Ну давай Левиосу Венгардиум Сделаем Так сказать Задание Доделаем Уже Сколько Уже Можно Библиотека Библиотека Показывает где-то там Как минимум Сундук Как и любое заклинание Как и любое заклинание Травология Травология Замок Замок Мы здесь не Были Давай зайдем Ку Левиоса Левиоса Инцендио И потом Вот эту Разрезоловку Вроде Да Вроде Ну Инцендио Называется Суйнос Очень рада Вас снова Видеть И уходит Все ваши задачи Выполнены Профессор Рада Это слышать И профессор Уизли Тоже будет рада Я обязательно Сообщу ей О ваших успехах Спасибо Профессор Профессор Геккот Сказала Что обучила вас Левиоса Думаю Вы готовы К освоению Более сложной Версии Заклинания Левитации Заклинание Венгардиум Левиоса Требует Некоторой Сосредоточенности И плавных Грациозных Движений Палочкой Давайте попробуйте Давайте попробуем Придерживайтесь Правильной техники И сможете Поднимать валуны Будто веточки Чахотника Нифига тут Вниз Ф Готово Венгардиум Левиоса Профессор Чесноук Не уделите мне Минутку Сейчас растения Отдыхают Так что Почему бы Нет ФВ Куя ФВ Вниз Куя Вот тоже Конечно Допустим Скажите А как вы стали Преподавателем Травологии Мне приятно Что вы спросили Я всегда Любила растения Так что Для меня Это по сути Работа мечты После обучения Меня попросили Временно Занять место Профессора Травологии С которым Приключился Несчастный случай Надо же Сочувствую Но вам в каком-то смысле Он никогда Не питал К растениям Искренней любви И они это чувствовали Вы не представляете Насколько растения Чудки В общем Все началось Когда он начал Рубить волшебную Рябину К несчастью В ее листве Прятался Лукатрус Если помните Это чудесное Создание Похожее на веточки Так вот Лукатрус Яростно Ткнул Профессора В глаза Представляю Как он перепугался Ну и Профессор Наверняка тоже Тогда-то вы Стали новым Профессором Травологии Ну Не совсем Спустя три недели В больнице Святого Мунга К нему вернулось зрение Хоть и не в полной мере Однако он настоял на том Чтобы продолжить работать А еще через неделю Он пнул Китайскую жующую капусту Правда он говорил Что просто В нее споткнулся В общем В Мунга Ему пришлось вернуться Короче он обиделся Это почти смешно Надо же Как ему не повезло Мне Конечно Было его очень жаль Правда Честно говоря Капусту Мне было жаль Гораздо больше Когда его выписали Из больницы Он окончательно Утерял Хоть какой-либо Интерес к растениям Пытаясь справиться С особо буйной Ядовитой тентакулой Он вышел из себя И Что ж Словом Взятый им Отпуск За свой счет Тянется до сих пор Как славно Что в итоге Именно вы Стали Профессором Травологии Очень приятно Это слышать Я нежно люблю Здешние сады И мне нравится Помогать ученикам Расти Ах Была рада Поболтать Хорошего дня И помните Уважайте Волшебную Рябину Ты меня Уважаешь И вот как раз Типа коробочка Потренироваться Да Давай поставим Вместо Репара Наверное Вот можно Вверх Низ Мышкой В принципе Ну В А ФВ Туда Сюда Аку Я Это Вертеть Я Твой Рот Я Тебя Вертел Бля Ладно Спокойно Успокойся Все Хорошо Ривелио О Ты мой Это ж мой Бадьян Епта Ха 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 Трэш Че там Светится А Отправляетесь На поиски Новых приключений Че делаем Венгардиум Левиоса Я бы угарнул Жестко Так Ладно Это мы сделали И че Пока Стемнеет К этой Нам Высокая крепость Венгардиум Левиоса Расположение На карте Ух Ё А мы тут Не были Ни хрена Мы вот здесь Были Отправляемся В путь Дорогу Ревеллио Близная Точка Зло Что он Защищен Заклинаниями Поверьте Вишь Не все Переведено Акция Акция Инсенти Экспилят Конфринго Тоже мне Плюй камень Левиос Дестендер Дефиндер Протего На большее Тебя не хватает Инсендио Када Подожди У меня КД У меня же Дестендер Не сразу Отрегенился Я его все равно Забрал Успел Юзнуть Пока он Воздух Индур Мал Ты тут Закрыли Суки Да они Бля Давайте выпустим Я тебя сразу Заберу К себе Аллахомора Опа И Опа Ну-ка Пожали Иди сюда Сука Левиос Спасибо То что Он сказал Что Левиоса Можно использовать Но мы его спросили Он ответил Так что Прожимать диалоги Полезно О Это мне Так Далеко Уж О Кто это Акция Инцидия Пепламбы А я бегу Мегу 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 Что за замок Точку Откроем Сначала Пока Ничего Ревелия Акция Ебач Нахуй Конфринго Чем нахуй Назак Блядь Инцидия Левиос Дефинго Трэш Ревелия Максимально быстро Реакция Не знаю Как это Должно Не успею Не успеешь Рену Экспильармус Конфринго Экспильармус Ай Участки Сука Ты че Инцидия Экспильармус Конфринго Дефинго Все скиллы Прожал на ней Блядь К ней короче Не подходить Да Трэш Блядь Где я? Так Что же Ты там Обнаружила Или что Так Что же Обнаружила Или что Как только Закончите С моими Заданиями Тотчас Приходите В теплицу Хо Рошо А она Еще Мне задание Дала Ёп Тоже Не продумано Либо запретить Читать Почту Пока Идет Квас Что Происходит Зачем Понадобилось Сюда Приходить Я Как мы с тобой Говорили Постаралась Вызнать Что задумал Харлоу Я проследила За ним До кабания Головы И я Видела Как он Читал Какое-то Письмо Но я Разглядела Только Подпись И печать Виктора Руквуда А когда Ты сказал Что Руквуд И Харлоу Охотятся За тобой Я поняла Что вместе С тобой Мы сможем Разобраться С ними Раз и Навсегда То письмо Неопровержимое Доказательство Которое Так Нужно Констабли Сингер Поэтому Я проследила За Харлоу И послала Тебе записку Чтобы достать Письмо Мне нужна Твоя помощь Ага Сейчас Почему тебе Зачем тебе Похоже Ты всерьез Настроен Остановить Руквуду И Харлоу Но зачем Тебе это Я видела Таких Как он В Уганде И знаю Что они Натворят Бед Если их Вовремя Не остановить Это долгая История Расскажу Когда у нас Будет Время А сейчас Давай Займемся Тем Ради Чего Пришли Давай Я помогу Тебе найти Письмо Нате Рада Это Слышать Сперва Нужно Попасть В главную Башню Я проверю Главные Ворота А ты Поищи Другой Путь Охраны Не видно Но все Не шуметь Скарабкайтесь На стены Каким образом Ага Да еб Твою Бля Мы не шумим Ассасин скрит Чуть Хм Интересно Для чего Это Аа Что ж Не получилось Может Попробовать Что-то Посильнее Сработало Ой Ну Коробка Нахрена Аа Понятно Вингардиум Левиоса Ёп Твою Иди сюда Тут Наверное Уже Просто Левиоса Нужно Левиоса Ну я уж на скиле Ну да На нее Потом сюда Блядь Ну Ну ты съехала Подвинься Вот и все Вот и дело В шляпе Ревелио Надо бы пробраться В старушку И открыть Для нати Эти ворота Депульса Ну Не жмет он Понял Да Никакие Ни первый Ни второй Ну Не третий Как же Эту коробку Умрать Тут Не знаю Пока Ревелио Как будто Мы должны Прям так Ну уже Хоть что-то Я уж Смогу Это сдвинуть Думаю Это поможет Мне поднять Ворота Поверить Не могу Что приходится Оформлять В письменном Виде Но вы Остолупы Не желаете Слушать Чтобы Открыть Ворота Просто Толкните Не надо Их Взрывать Если Я приду И увижу Что Ее Опять Разнесли Я сам Вас На куски Разорвал Ревелио Депульса Левиоса Акция По 300 По 300 Скилл Сделают Одинаковых Давай Ревелио Я знала Что у тебя получится Сюда Я открою дверь Я слышу их Че творится Держите Сука Гиппариф Кошмарен Крыла Ты что знаешь Этого гиппогрифа Почему Блядь Отлично Тогда новый план Я найду доказательства А ты освободишь гиппогрифа Договорились Базар у Зира Я с обзира Сейчас будет Бум-бум-бум-бум Проклятие Должен быть другой способ Попасть на крышу Наверняка Наверняка И нас прям Лбом ставят на этот способ Надеюсь Нати в безопасности Да я тоже Только мне сумочку Вроде ставил всю озвучку Акция Акция Вингардиум Левеса Эй Я не юзал Этот скил Он прикинь Он сам унажал Бу-бля Ну что Я прочитаю Определение Что такое Что такое Браконьерство И вопросов Не будет глупых Акция Уж наоборот Ее толкнуть Блин Пульса Паркур Это паркур Ебаный врод Ревеллио В этом же реально Нет смысла Вингардиум Левеса А кстати Ты не можешь пока А вот У Левеса Можно Ты стоишь на коробке И Левеса Используешь А Ну я понял Зачем Ну давай Вингардиум Левеса А я могу А я могу Вот так Оставить В таком Нет не могу Ну Ну да Левеса Не самое безопасное место Для проникновения Самое крутое Я бы сказал О Все Его и не было Как будто Чел пропал Нах Это как игра Называется Ареста момента В воздухе Чекни ее А или так Я воздухе Оставлю А у меня нету Это заклинание Я Левеса Давно использую Я говорю Мне кажется Единственный идиот Который смог Залутать тот сундук Когда у тебя Нету этих заклинаний Которые в принципе Нужны тебе То есть я чисто Вот по сути Вот Левеса Да и Вот этим Первым Ревеллио Левеса Дестендо Дефиндо Конфриндо Прекрасный удар Акция Инсендио Инсендио Ах ты мелочь Криво Акция Это она сделала Или я Конфриндо Давайте Пока Ревеллио Депульса Есть Да Депульса Я шарикатал В прошлой В прошлой части А в ручей комнате Я использовал Левеса Я поднимал Коробку На которой Как раз таки Стоял сундук И Третья Вообще Такие движения Были Третья Что ли Она была Часть Четвертая Ага Депульсом Можно Можно Просто у меня он понял С отдельным Скиллом Типа В отдельной С точкой Вот это Решет Минус То что В игре Это пианино Надеюсь Нате Там попроще Даю Там уже Все Я промолчу Да Надейся А я пока Тут пролутаю Они Не пролутаю Ебать Домой Отправишься В деревянном Ящике Не ну Можешь С обрыва Но Можно и так Эту схватку Тебе не пережить Протегу Ладно Подожди Сейчас Ах ты Сука Ебать Очень слабо Инцидио Подожди Ты радуй Левио Левио Конфринго Левио Спусти тебя с ними Завтра Роты Бля Инцидио Похож Конфринго Левио Десендер Ебучий Опять Где я И куда мне А Понятно Аллахомора Вот видишь Я одного Скинул Вашим Советикам Так Ревио 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 Со сказками Сундук Даже два Астрид Астрид Подожди Это типа Там же Не было Прохода А ну да Типа Как Давай Эту Тоже Заберем Наоборот Вверх Пойти А Не У нее метка Сверху Вниз Сходим Пока А Сходили Вниз А ну А ну Типа Как раз Вот Мы-то Другими Путями Шли Ё Че А Ревио Наверх Я сам Немножко Путаюсь Крыла На Тише Тише Все Хорошо Заперся Ебан Мне кажется Ей и так Не просто Пойдем Серая Птичка Они обычно же Белые Да Как будто Это Коричнево Даже Пиздец Трех Лохов Не смогли Охуел Что Это Вот Как раз Первый раз Показали В игре Вот Этот Скил Дикий Ну он Гораздо Выше Летинги Парив Скорее нет Но Очень Красиво И у тебя Больше Фов Когда ты На нем Это 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 Хогварт Экспресс Наверное Возвращается Из Незапланированного Рейса Она Скриптовая Летит А ну Немножко Видишь Парит Теряет Высоту И Набирает Круто Но это Вам не метла Нихера Это Птичка Размарк Такой Приличный Кубик Воспитание Наверное Интересно Кто-нибудь В замке Нас Заметил Не Вообще Чисто Статистически Люди Редко Смотрят В окно Но Когда Смотрят Охуевает Мне кажется Полурак Просто Невероятно Полу Лошадь Полуорел Чудо Чудо Псицы Я бы сказал Ну да Виды Виды Показывают Блин Понял Когда Вот Так Охуевно Когда Все Хорошо У Тебе Все Работает Блин Главное Не Накаркать И Все Будет Прекрасно Все Работает Ничего Не Падает Улет Такими Этими Просто дух Захватывает Да уж Это было Волнительно Хотя На миг Мне показалось Что живыми Мы не уйдем Не за чем Было Волноваться У меня Все было Под контролем Тебе удалось Добыть письмо? Я Я Манящими Чарами Выдернула Его Из рук Харлоу Конечно Я Не ожидала Что он Рискнет Применить Убивающее Заклятие Теперь Надо Быть На чеку Он Этого Так Не оставит Разумеется Так Что Говорится В письме Что Руквуд Ищет Феникса И где Он Собирается Его Найти Ко всему Прочему Харлоу Приказала Обыскать Замок И найти Браконьеров Этого Хватит Чтобы доказать Участие Харлоу В преступлениях Я отнесу Письмо Констаблю Сингер Тогда Ей Придется Начать Расследование А теперь Расскажи Откуда Ты знаешь Этих Гиппогрифов Я Знаю Только Крыланну Это Поппи Нас Познакомила Поппи Будет рада Знать Что Крылана В безопасности Я рада Что Обратилась За Почему Такая Интонация Что Как будто Типа Пизди Пизди А потом А Ну Ближайшее Время Мне Нужно Многое Тебе Рассказать Крылана Разблокирована Новый Элемент Элемент А Бэкфлип Ебанем Коллега А Ну Это Скиллы Эти Везел Так Садись Садись Птичка Моя Бля Когда У вас Будет Время Загляните Выручай Комнату Диек Хочет Чем С вами Поделиться 25 Че там Цей Пробел Взлететь Shift Голоп И Капслок Наверное Да Это Кнопка Значит Б Слезть Ци А Он Может Вообще Медленно Ходить А В сумку Дай Вели Ебай Такое место Прикольное А Фу Не думаю Че за А на ней Не летал Метла Сыбра Как я Вообще Призвать Два Опа Подожди А Ты имеешь ввиду Метлу Или Это Или Метлу Нельзя Сам Призвать Или Про Птичку Имеешь Ввиду Ха-ха-ха Че Че Гиппогриф Гиппогриф Это Ну Визуально Это Типа На полуна Орел На полуну Лошадь Как я понимаю Ну Лицо Орла И Куп Купиться И Когти Тоже Так Еще Как взлететь Пробел Быстрее Крыла 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 Вперед Ну Ну да Такая Своеобразная Ж А Это Самая Вот Цель Лететь Медленнее Скорость Полета А То есть Тут нет Автопилот На Медле Это Автопилот Есть Шифт Нажал И летит Вот А здесь Летник Обслуг Я не понимаю Блядь Убрал Ревелия Галопа Она может Бегом Бежать По земле То есть Она может Идти Как я понимаю Обычно Да Ебать Я выпал Ну Бывает Ревелия Что за место Это мы Где А Прикольно По сути Прикольно Да Так Что тут У нас Вообще Ладно Еще разберемся С этой птичкой Хотя можно Вот смотри Вот на Q Нажимаю Вот Shift А ну Вот Галоп Не Нужно Спешить Ну С Это Дефолт Да Взлететь Ну Она И Ходит И Бегает Быстрее Крылана Я Рядай Бажа Кстати Быстрее Чем Ты Пешком Бегаешь По воде Бегает Спокойно А ну Хотя Здесь В принципе Не глубоко Инцентив Экспиля Не то Конфинго Инцентив Экспиля Конфинго Протего Остолбиней Давно Не вязал Экспиля Конфинго Остолбиней Пойдет Я уже Их сколько Столько По этих Лягушек Поперебивал О Бот Проснулся Походу Ну чат Да Более Менее Жил И он Посыпается Снова Кваристите Соберите Урожай Водовус Соберите Все Три Боевых Растения Одновременно Испытайте Их В деле Флипенду А Флипенэ Оно Зачем Флипенэ Глациус Да Вроде Есть Заморозка Что Ну да Я просто не использую Ревеллио Так Ладно А что Ты хотел Глацус Плюс Дефин Да Так Я уже Забываю Глацус Это мы Поняли А Дефин Блядь Дефинда А А Да Как будто Стоит уже Вот так Ставить Реально Третью Попробовать Глацус Потом Потом Вниз Потом Глациус Иди Финда Это же Трэш А Не Только Сейчас Вот так Раз Два Три Четыре Притянул Поджог Заморозил Порезал И Че еще А Потом Левиоса Третью уже Блядь И вниз Нахуй И пиздец Вообще Че Не Это же Вообще Жесть Здесь А здесь Ты Здесь Допустим Тоже Боевая Команда Будет Там Фринга Сильнейшее Заклинание И вот Это Это все Это пизда То есть Второй Второй Третий Он Блядь И Ну все Это пиздец Но тут Не выжить Ну вот Второй Акция Ну она конечно Не притягивается Потом Блядь Это Ну это тоже Не работает Поэтому Есть основная Инцидия Конфринга Экспиля Глаз Дефинга Инцидия Надо как нибудь На каком нибудь Блядь Попробуйте Это же Ебануто О Пацаны Я как раз к вам Только долго Ебать Пианино Че это такое Ну нападать будем Я просто хочу Ку Что-то Какое-то Тут Уважаемый покупатель Спасибо за ваше письмо Мне Понятно Ваше желание В силу Сентиментальных Причин Продолжить Пользоваться Волшебной Палочкой Вашей покойной Тетушки Однако я должен Вас предостеречь Чужие палочки Обычно Хуже слушаются Волшебников А палочки Из дерева Акации Особенно Капризны Я прижаю За ваше благополучие Звук Она Сбунтуется Сбунтовалась Здесь короче Балочку Ривелио Сбунтовалась 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 Сбунтовала Сбунтовалась Шот Сбунтовалась пульса и велю эксперт конференга их так далеко слышу контринга инцидия ну как что лет иди в жопу блять ревелия что-то здесь было а это че за просто белку поймали вот блять им делать них а лохомора хорошо так холодным для как будто окно открыто это вряд ли хорошо конечно так бегать бесконечно можно по миру всех и пишите водоросли да хотя по их посадим у нас у меня есть горшок что они пока вырастут тоже время пройдет до гвардс пам-пам-пам хотел бы поговорить с вами как будет минутка еще одной подожди так так нет вон росли движ кто-то на этом этапе и думает блять а где мне все взять а у я уж все сделаю кто у меня все готовы мне тут такая блять плантация что это ворот я уж продавать могу ибо можно было не в хокс миде конечно тоже можно или три боевых это слишком много тут камбы все хотя здесь вот это повторяется да как будто можно сделать так а ну и вот так да и все будет бомбом а здесь у меня освободиться как раз для этих блять вот тогда логично так 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 по сути-то да я все использую и все помещается ну только я убрал вот эти да типа но и пожелание их поставить можно так чуть-чуть там 22 ухлеб а я могу ее от нее типа привет взаимодействовать это че значит махалый крыла на а я ее покормил собрать как код мурлычет зачем я это делаю блять это так умирает умиротворяет жестко как будто немало как будто в самый раз так я не знаю я всех покормил все 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 довольны махалый собрать собрать блять ему уже давал я потеряю звену блять у них чуть много уже на где этот и сюда птичка другая птичка а я уже собрал блять трэш мемпу шишка только одна мяу мяу линьго а их надо отсюда забирать Ну что, проверим. В принципе. Наверное, не надо. Что ты хотел, родной? Что ты еще можно рассказать? Что-то еще можно рассказать? Что такое? А это что еще? Что за дело? Телепорт. О, комната решила, что вашим существам нужно больше мест. Диик хотел сказать вам, что у него есть идея, как испытать одежду, зачарованную на ткацком станке. И, возможно, помочь старому другу Диика. О чем ты? Домовой эльф Топс по наказу хозяина выжимает пиявочный сок в пещере недалеко от Хогвартса. Угу. Хозяин запретил Топсу выходить из пещеры, а Диик знает, что в ней полно пауков. Какой ужас. Да. Диик давно не получал весней от своего друга. Вам пригодится одежда, зачарованная на ткацком станке. Диик думает, что вы можете проверить ее, навещая Топса. Если мне это будет на руку. Каким уебком надо быть, чтобы рядом так отвечать? Я найду Топса. Такому челу. Спасибо вам. Расскажите Диику, если сможете что-то выяснить о его старом друге. Да сейчас прям сделаем, ебтародной. Сейчас все будет, ебтародной. Так, только не знаю, выявлять нечего, да? Трехальский станок. Да я думаю, в принципе, ну давай посмотрим вообще, что у нас есть. Есть, правильно? Или не правильно? Хуятно, короче, у меня. Да? 53, то же самое. Мне какой левел? 25-й, да? То есть имеет смысл качать вещи 24-го левела хотя бы. Да? Вот мантия. 24-го. А, так вот это на мне вроде? Допустим. А, вот оно и перо. Фу. Фу. П��ф. А, ну я могу что-то типа. Вставить, да. Верху шишки. Допустим. идите пещеру почему почему астрономическая башня она чурина там чем не отслеживается нам новая сначала в город я продам вот эти дерьмо а то у меня напрягает карта оксмиды и сюда реально дует прям иногда мне кажется что все дороги ведут в хоксмид пиздец еще за ветер такой если так дуть прежде дождь идет еще раз благодарю вас за доставку зелий мадам лаванг вы сэкономили мне много времени и сил то лучше не столько благодарен сколько денег давал чуть не увидел может еще увидимся а ну типа но но типа но но я наверно вы оставлю я не был на эту единичку пускай лучше там маленькая на защиту от инферналов хотя не принципе импотентные такие инферналы но ничего страшного как это мы не берем это нам не надо жалко им реально ему нельзя вот продавать а хотя не вот это мне этого не особо много то выбрать 2000 кстати может еще увидимся до свидания найдите пещеру 430 кстати метров то что тут у нас дыме маска до под замком где это пещера ты хоть давались и епта в чем она там показывается меня карта ведет вообще хер пойми как давай наверно отсюда лучшим пойдем верхних оксфилд запретный лес ну нормально у меня ведет а ёб твою мать блять забыл сделать да полезная забыл ты им плеть зачем приходил усел или забыл все придумает что вы должны гордиться приготовленными ебать тут туча были а и что-то комната больше стало как я понимаю на где большие горшки а а я посадил вон если фу я уже все забыл все хорошо окей так отсюда на я хотел а я хотел еще заставить игру это всякое бывает да так давай ну так вы и представить себе не может тихо а ну да я могу призвать ну да твое утверждение верно это ты это ты это я между нами молния и где тут тебя кинулись и это все грибы блин ведь ведь наверное это пещера топса ну чтож попробуем найти кто-то акция от меня не прячешься берется конфликтов чтоб тебя у у у у у динам на трусость сражайся честно конфликтов ну ка ливиос до стенда сука комбут комбут такие блять прикольные а у это давай с этой победы холодный тебя по идее лучше притянуть потом замолить и потом это но пещеря предельщиков тина сейчас все на первый буду буду юзать потому что их же много обычно здесь как раз стергайтесь пауков ревеля не входите 500 тысяч знаков топс ты собрал на три флакона меньше чем требовалось ты знаешь что это значит это значит что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающие зелье симуса из этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды и нибудь и не забудь наказать себе подобающим образом когда я вернусь за новой партии вместо твоей идиотской улбочки рассчитывая видеть кровавленные бинты а если следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше то лишусь и не только еды хозяин топса просто ужасен ну да гандон еще тут он топс я дико ты здесь акция инценте они кстати такие такие хп у них имеется у них тут есть конфликт так ревеля никаких волшебников ревелью даже немножко спойлерит понял что тебя ждет конфликт акция инценте конфлинга ревеля кажется топ здесь давненько не было видимо отправился вглубь пещеры причем он ревеля инценте конфлинга на натыкали меня нормально не конфлинга ревеля дальше нам надо идти и все акция инценте эксперт конфлинга дефинга любил дефинга в чем проблема дефинга в чем проблема ревеля это как полумагическое на заклинание пышу на врезается блин конфлинга и это проблему стену так 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 мы лучшей победили куда куда что должен перелетать туда как бы а а паук за ним ли но не менее трубы спасибо спасибо ревеля а 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 реально у кого же есть же боязнь пауков это через все это говно ползать о хай а ты такой у меня с тобой блять разговор короткий бы акцию инсендия экспилиарбус конфлик инсендия экспилиарбус контринга блять да чё у вас сука творится бля идиоты вы ебучий инсендия критикал димы же болей не вытолкнули блять и прикинь находится инсендия экспилиарбус конфликта инсендия пей инсендия экспилиарбус конфликта где это чему попала просто испарилась трэш на хуй мне сюда надо как раз блять конфликта ревеля так здесь как раз таки мы и файтились в начнем туда инсендия подожди здесь мы тоже шли ладно сейчас опять ты а у не ушел конфликта блять да ёбаный ты и шаг сук пиздец трехилки подряд выпил подряд на это ненормально куда идти там мы были давай быстрее как-то че он есть блять если он сейчас опять появится то это пиздец вообще ну вот вверх во-во-во нам сюда блять что-то я не видал раньше конфликта ревеля там сундук че о нет кажется этот домовой эльф и есть топс хозяин если вы найдете тело топса значит большой паук оказался слишком силен топс подвел оси заслужил такое наказание топс чувствует слабость хочется спать топсу нужно бедный топс совсем один и только пауки повсюду ну заколотился и блять ревеля пиздец это ненормально нахуй какой гандон и душу это или быть такие такие сцены даже ты решили интересно кто как проходил эту миссию конфлинга миссия равен Конфринго! Ревеллио! Знакомый стол. Кажется, я снова у входа в пещеру. Ну и хорошо. Это пиздец, а не миссия какая-то, нахуй, задание. Пять и дают реально... С тебя как-то эльф попал, нахуй. Нахуй его, блядь, мучить, нахуй. Он же тебе друг, нахуй, а не враг. Для тебя все мало, уебище. Ты просто туда шла, нахуй. Дик, наверное, у нас там, да? Дик, я только что из пещеры. Чудесно. Дик надеется, что вы передали привет Топсу. Мне очень жаль, Дик, но Топс погиб. Похоже, в конце концов, до него все-таки добрались пауки. Ой, Дик этого боялся. Один-одинешенек в той пещере. Бедный Топс. Когда-то у Дика и Топса был один хозяин. Когда он погиб, наши пути разошлись. Дик всегда хотел, чтобы Топса тоже отправили в Хогвартс. Для Дика честь, что он служит таким добрым людям, как вы. Дик будет скучать по другу и с чувством глубокой скорби поднимет за него бокал. Мне жаль, что твой друг погиб, Дик. Спасибо. Вы очень добри. Дик хотел бы побыть один, если вы не против. Прыж, ебаный. Надо варить. Что там вообще? Сколько у нас? А, ну фигня. Ещё подходик. Всё. All in. Давай грозовый закинем. Здесь тоже. Он нам не горит. Я бы сказал, он особо нам не нужен. И эдурус. И эдурус. Неск. Хорошо. Задание. Посетите занятия по астрономии. Раздобуйте все три боевых растения, одновременно их испытайте. Есть они у меня есть. Награда Флипенда. Танек и норталология. Сколько у меня этих лун? Инвентарь. Ну вряд ли, что восемь. Четыре. Всего. Записок, куча. Да. Не знаю, травологию может сделать вот эту коридору. Да, давай травол. Не знаю. Так, мы иначе что. А, ядовитая отвага. Не. Давай астрономия. Как будто интереснее. По лестнице от входа в ручей комнату не нужно отправиться на прямо сейчас. Давай отправимся. Я здесь и понял, и не ходил, и не лутал. Видишь? Все, нет. Здесь лутал. А, лол. Гоблин. Гобилин. С изображением Варнавы. Кого? Гонек бы тут открыть. Наверное, было бы неплохо. Только он уже, походу... Ревеллио. Это дверь. Я когда-нибудь соберусь, дай я открою ее. Вот это мы можем открыть. Научусь, и будем взламывать бога. Ревеллио. Каминчик, сундучки, записочка. Уважаемый профессор Шах, благодарю за присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к атласу, который я собираюсь опубликовать. Если я решу включить ваши исследования или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего. Котик. Алахомора! Тоже под этой... Под замком. Не понял. Ага. Пальто браконьера. Для семьи Пинч с Медли ты всегда будешь надежным союзником и добрым другом. Я уже не помню, чем... Хорош. Я уже не помню, чем мы это... Ну, не лагай, не лагай, не лагай. Я понимаю, сложно. Но, как бы... Тут такое дело. Ревеллио! А, ну вот он, огонек. Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. А вот еще выше, да? Куда это мы? Черт, они куличики? Синенькая чё-то. Балкон. И доска. Ну, скорее всего, ты ее... Это... Еще выше ее в твою ногу жрал. Посмотри, блядь, какую... Какую эту махерачу. Нормально. Еще выше, ну... Вот и бабочка. А, ну вот она. Все выше нету, да? Ну да. Люмос! Иди сюда. Ревеллио! Так, страничка. Еще приличное количество, кстати, в хоббарсе только. Как там вниз? Давай-ка выпустим. Тут не очевидно как-то, да? Так, это хуже все. Тоже хуже. Оденем шапочку. О! Вот это я понимаю. 53 выжигания одно. Но уже 58. Это уже реально хорошая шмотка. Закрыто. У нас 25 с половиной уровень. Эмм... 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 Давай. Так... Тебе выпал дракон? Ого! Наверное, это хороший знак. Может, это предвещает приключения? Да, мы... Профессор Шах! Астрономия – это непрорицание. Вы не прочтете Таин Космоса в линиях на ладони или на дне чайной чашки. Увы, для мечтателей небеса всегда остаются туманными. Но если вы посвятите себя упорному и внимательному наблюдению, возможно, на мгновение вам откроется истина. А теперь достаньте, пожалуйста, свои телескопы. Сегодняшнее занятие пройдет на смотровой площадке. Угу. У вас по-прежнему нет своего? Пора уже перестать быть новичком. Телескопом с вами поделится мистер Токар. Мистер Токар. Это... Он, кстати, Коктемран вроде. Я просто второго героя делал через него. Нет, нет. Вы должны настроить его сами. Коктемран выбрал. Имейте в виду, вам придется наблюдать за звездами и во внеурочное время. Это ясно? Но, профессор, на улице холодно. Холод никогда не останавливал великих звездочетов. Вспомните астрономические столы, установленные ими по всему Нагорью. Много веков назад эти астрономы наблюдали за теми же самыми звездами, что и мы сейчас. Все охуевают. Все ясно. Да. Урок окончен. Треш. Привет. Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Амид. Я большой поклонник астрономии. Привет, Амид. Приятно познакомиться. Кажется, профессор Шах сказала, что у тебя нет своего телескопа. У меня есть запасной. Можешь одолжить его до конца семестра. Молодец. Это очень любезно с твоей стороны, Амид. А он точно тебе не нужен? Совершенно точно. Это мой старый. Я наконец-то раздобыл новый небесный созерцатель. Ты же слышал о нем? Ну, конечно слышал. Это же лучший из всех приборов для наблюдения за звездами. Короче, он этот... Хотя моя старая модель... Любит этот примет конкретно. Стекло гоблинской огранки, первоклассные оптические чары. Даже жаль, что такой отличный инструмент пылится без дела. Ну, тогда спасибо, Амид. Пустяки. В общем, телескоп хранится в кладовой этажом ниже. Мимо не пройдешь. Мне еще нужно кое-что дочитать. Приходи на нижнюю площадку и захвати телескоп. Я хочу с тобой кое-очем поговорить. Я не понимаю. А-а-а, вон оно что. О-о-о! Конфринго! Вот тяна. Чуть не был. Неужели это его старый телескоп? Выглядит почти как... На таком небе только звезды и наблюдать. Не будем упускать эту возможность. Холну. Хорошего хозяина инструмент, блядь, всегда заебись. Он даже лучше, чем можно было ожидать. Я бы не стал предлагать будущему астроному какой-нибудь третьесортный луноскоп. Правда, тут... Луноскоп. Кое-что еще. Да, что такое? Что там? Помнишь те астрономические столы, о которых все время твердит профессор Шах? Я тоже немного почитал о них. Судя по всему, один из них может быть прямо здесь, в Хогвартсе. Мы могли бы использовать его для поиска скрытых созвездий. И тебе нужна помощь в поисках, верно? Да. Так ты в деле? Конечно. Никто из лоба плюй ко мне не согласился. Сказали, что лучше пустиха плюет камень, чем... Ну, в общем, они трусы. Чем что? Пойдем, пока еще видно звезды. А когда доберемся, покажу тебе, как пользоваться телескопом. Обещаю. Гоу. Меня дважды просить не надо. Идем? Чудесно. Ты же не пожалеешь. Идем? Стартуем. Стол должен быть впереди, на стене замка. Ищи каменную плиту, которая покажется здесь лишней. Думаю, мы ее не пропустим. Ривелио. Ну, и... Говорят, что места для столов изначально выбирали кентавры, чтобы проводить свои ритуалы. Приятно наблюдать за звездами в компании единомышленника. Я очень рад, что мы здесь. Я почти всегда во всем. Единомышленник, блядь. Не так уж тут и жутко ночью, правда? А клуб плюй камней, просто трусишки. Ты, блядь, с пауками еще не пиздился. Я слишком разогнался. Давай пропущу тебя вперед. Да. Хорошо, если ты так хочешь. Секунный, говорит. Ривелио. А сам-то шо? Классика. Как-то настораживает. Че это? Немного паутины и горстка пыли. Не о чем беспокоиться. О, конечно. Просто я думал, что здесь будет почище. Я знаю эту фразу. Немного паутины и горстка пыли. Не о чем беспокоиться. Амит, можно тебя кое о чем спросить? О, конечно. Почему тебя так привлекают звезды? Полагаю, потому что о них еще столько можно узнать. Конечно, так можно сказать о многих предметах, но астрономия кажется безграничной. В ней постоянно делают новые открытия. Даже до сих пор. Они обнаруживают все больше спутников и звезд. А всего 50 лет тому назад открыли новую планету. А где именно находится стол, который мы ищем? Если верить старому дневнику одного астронома, который я нашел в библиотеке, он должен быть где-то у стены замка. Понял. Вообще-то это все, что мне нужно было знать. А, что ж, хорошо. Че-хе-хе. Ривелио. Опа. Это надо. Ванна в клетке. А эта ванна находится под замком очень давно. Никто и не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. преследовать студентов. Треш. а ты ебанат не хочешь ко мне прийти надо разбоговать можно тебя кое о чем спросить конечно а где и вообще-то это все да ёб твою богу надеюсь ты телепортируешься дурак нахуй а д а д вращать в с может только настроить телескоп будем заполнять звездную карту он ушел еще дальше что субтитры есть что такое пиксельное нельзя нормально было сделать лира а родной вот был прав насчет столов они действительно ворота к далеким звездам как и сказано в книге твой вклад в это дело просто не оценим обещаю однажды я напишу тебе в своих мемуарах как скажешь амит как скажешь вот увидишь и твои слова я обязательно туда вставлю заебись бля это только начало ты найдешь и другие такие столы на территории школы и в лесу и все они ждут чтобы их открыл достойный астроном а если я и встречал такого то это ты а и насчет моего старого телескопа можешь его не возвращать лучше оставь себе ты очень добр спасибо ну на один короче пожалуйста куем стекло гоблинской огранки а еще надпись на габлидуке между прочим я неплохо знаю габлидук там главное горловые звуки в габлидуке и еще произношение звука в общем рад что наше приключение увенчалась успехом скоро увидимся габлидук не для меня короче задание завершено астрономия найдите астрономические столы испытание разблокировано и вы не устаю любоваться астрономической башни по вечерам а какой вид кружок такой да он будет что харлоу преследует одного волшебника у него есть доказательства которые позволят нам окончить с харлоу надо вместе с ним поговорить встретимся у него дома я так понимаю у вас есть новости о гоблине которого мы с вами обсуждали давайте встретимся в зале картографии все обговорим и решим что делать дальше где-то сундук тут был ну не из всех твари получаются хорошие домашние животные револю он кто-то сидит конференга ладно шо ну это прям бодр и перчи реально я с ними ничего не делал они сами такие как есть кажется нет смысла реально что-то сидеть качать потому что вот я шляпу вкачал до нападение еще ну по сути урон тут хуяка эта штука так у меня больше нападения зато типа пока как будто нет смысла акса иная почта мы только что получали письма найдите место второго испытания хранителей в зал картографии потерянный ребенок встретись с над тем нижнем хоксфилл я а ну и такие вот видишь одномоментные задания плане временные давай я не против тем более меточка у нас есть быстрое на телепорт быстрое перемещение револио насчет скриптория но ничего от него не добился жду тебя у входа в гостиную слизарина надо поговорить да и это дом мистера бикла кажется да по идее этого есть свидетельство против бастил нужно с ним поговорить продолжаем что с вами мы разыскиваем мистера бикла кто убил вашего мужа я даже не сомневаюсь он изводил моего мужа угрозами несколько недель он наверняка где-то здесь когда вы видели его в последний раз арчи остался дома с отцом пока меня не было но его сумки нет на месте надеюсь он просто ушел гулять как как часто бывает надеюсь его не было дома когда харлоу когда моего мужа вы не знаете куда мог деться арчи у него есть небольшое убежище в лесу к югу отсюда обычно он не уходит далеко но если он видел как харлоу напал на его отца я боюсь уходить из дома вдруг он вернется с такой рожей ебать ты гений зачем харлоу понадобилось убивать вашего мужа муж расследовал грязные делишки харлоу и ему удалось выяснить что тот замышляет я умоляла мужа оставить это дело но он он был уверен что может вы еще что-то знаете о харлоу он правая рука виктора рода жалко отвратительное существо жестокое и кровожадное мы отыщем вашего сына миссис бико спасибо тоже мне теперь делать пожалуйста не волнуйтесь миссис бико мы где же ты арчи они это все то задание все нормально когда я принесла ей найденное письмо констебль сингер рассказала мне о мистере бикли он тоже добывал доказательства для констебля сингер чтобы она смогла арестовать харлоу что я надеялась обсудить с ним что ему удалось обнаружить но мы опоздали нормально у нас предметов я тебе так скажу он должен не имеет смысла так 3000 я понимаю чего сам творится что сказала констебль сингер насчет того письма поблагодарила но я подозреваю что этого недостаточно жаль что гиппогрифы не умеют говорить крыла она могла бы предоставить все необходимые свидетельские показания против харлоу того что есть явно точно кстати похоже это и есть убежище арчи которая упоминала миссис биккл арчи 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 биккл он не устроил бы такой беспорядок в собственном убежище кто-то искал его возможно ревеллио наш единственный шанс умеет куда он пошел смотри следы арчи он пошел сюда прекрасно я думала мы найдем арчи быстрее если за ним гоняться то он боится остановиться если его и впрямь преследует харлоу остается надеяться что ты прав таким как харлоу ничего не стоит убить ребенка нужно поскорее отыскать арчи погоди а здесь древняя магия ревеллио о сразу три этих раз а даже раз а два Акцию Инцендио Экспилеар Конфринго Ривеллио Конфринго Тюмбу сразу Чего мимо проходить Тай двинься О, леканаряд неизвестный Вот тяна Нормально, да? Конфринго Ривеллио Как же туда? Конфринго Буду инцендию чуть больше Этот Ривеллио Радиус Давай-давай Давай-давай Кстати, я не видел, что тут лестница есть А, бесполет Не прикольно Репара, наверное, надо Репара Сука И как-то мне туда Пробраться А, ну Не лезет он Схер сломался Вообще Где она вообще? Там где-то у стены Ну Так она за стеной Каким образом Я туда попаду Здесь была коробка Где-то, да? Вингардиум Левиоса Левиоса Ривеллио Эх, все по старой схеме, бля И где это теперь? Вингардиум Левиоса Да ёп твою, бля Бугу муть, сука Уйди Вингардиум Левиоса Не знаю Тут может Поставить Левиоса Залез Окей Девинго 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 где но тоже если я начал надо уже доделать реально не наблюдаю я вот же ну понятно что это ревеллио мы попробуем сюда поставить венгардиум левиос да 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 дай лу походу только конфлинга прикинь готова ревеллио он то лестнице к целью побежали побежали по заданию что нас еще и себастьян волки прикинь есть акция инцидия надеюсь арчи не попался это и волчьей стаи давай осмотримся бьет твою это чё это это в камень так ревеллио это же сумка арчи но с чего он бросил ее здесь видимо он убегал от харлоу и в торопях ее потерял пожалуй повесил быстрее арчи пошел сюда да еб твою не нравится мне все это думаю харлоу не просто так преследует арчи знать бы что арчи видел столько много животных что если харлоу убил его отца при нем такое трудно пережить во всяком случае я не представляю как ревеллио грибочки он еще что-то какая-то штука огонек развилка нужно еще раз использовать ревеллио много следов видимо харлоу нагнал его здесь плохо дело они пошли сюда да ну ревеллио фестралы как же они прекрасные правда ты тоже их видишь я видела смерть в девять лет и вскоре после этого увидела фестрала их вид меня утешает сука мне кажется те кто видел смерть заслужили утешение левиоса мне жаль что тебе пришлось пережить такое в детстве сука мне иногда кажется что это было будто вчера я до сих пор все помню тебе наверное его очень не хватает отец замечательным человек чуть-чуть полпом песечки не хватает сука нужно найти арчи почему же мы видим фестралов кого мы видели кого убивали чего кстати вот тоже минус почему про главную герой ничего неизвестно ну-ка подожди я так и думала что арчи у них сейчас секунду ну если она не не начнет барагузить все будет бомбом на чеку нужно действовать наверняка что это был за звук не не а да ну ладно да вы заебали алё что-то перепуталась болеть все мы надо нам не быть где боевых испытание мэрилина тут к не знаю что тут делать акция конферинга а мне тут и ебки набил о венгардиум левиоса мне не был ну что одну левиоса и другой мигардиум левиосы левиоса но она была она поднимается типа а я понял как ее кубнику в в в не а да не да это я хожу какая крутить еб твою мать я забыл я же вроде понял это игрек нет игрек нету ку ежи венгардиум левиоса и она и не пи не пи не переворачивается и ничего как ее крутить не ку ежи ну будто ку ену она лишь не хочет ты пульс а ладно фиг с ним потом ревеля сцена тюбле ты пульса ревеля чуну все подсвечивает 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 а толку то толку то нет ебать стреляют что-то ничего давай палатка не думала что эта палатка окажется такой большой это немного усложняет нашу задачу петрификус таталус но у меня нет такого заклинания а петрификус таталус что с ним делать когда вернется а петрификус таталус а порежьте это имеется ввиду а а ты пульс экспиллер конфлина акция инцидия экспиллер конфлина ошибкой на колени подальше инцидия так и знал что ты все еще где-то класс дифиндо левиоса а а а а а а а инцидия это общая ю что это слышишь что есть брат ты чего 26 арчи арчи бекал попросила нас тебя найти я так рад вас видеть тише арчи извини нужно отберить замок аллаха море готова ревелия сейчас поговорим 7 этих себя сами не заберут человек по имени харлу это он убил моего папу нам очень жаль арчи ему не сойдет это с рук но сперва нужно отвезти тебя домой спасибо тебе за мое спасение арчи но как же иначе давай мы отведем тебя домой здесь есть безопасный путь говорите с миссис бикл папина друзья в опасности забравшие меня люди говорили о них какие друзья милый мистер и миссис ботвинс мистер филберт и еще они сказали про отто вот познаком я поговорю с ними имя а ты давай быстрее домой да мама друзья вашего супруга могут быть в опасности степени в какой мы можем помочь вы уже сделали достаточно мой муж был могучим волшебником но даже он не смог победить харлоу ни к чему навлекать на себя гнев этого чудовища мы не хотим чтобы вы беспокой еще раз примите мои соболезнования миссис бикл спасибо и спасибо вам за то что вернули арчи домой за ваши добрые дела я навсегда у вас долгу ну не беспокойтесь миссис бикл мой отец всегда говорил дождь не льет только на одну крышу надо друг другу поверили это правильно отлично о аллахомора тогда не могли до пера смы когда были вне в этой деревне не могли еще сможем тебя первый уровень уже открывать умеем так сундучок там у нас до дэми маска может быть ревеля нет все торговец скрыт тут рядом как раз да мы ему сразу хуй и все продадим об здравствуйте мистер сэхми что-то искали не покачал я про что у вас можно купить пока пока продать что вам предложить пока продать ух ёпта серьезные вещи эти так сказать надеюсь снова увидится да увидимся чё так и и и и и наряд 52 49 ну вот этот какой-то крутой там будет задание углубленное изучение наград награда круцио давай сначала выручай комнату и определим предмет все таки ну да а потом уже и круцио и все дела он раз и зелье тут готовы грозовые так и давай-ка на стол определения облачение скилл там 77 древняя магия один повышает урон наносим с помощью древней магии интересная вещь очень хорошо очень хорошо я бы сказал визол правда странно вот так и давай задание углубленное изучение начнем отслеживаем местоположение на карте здесь даже не был давать через башня как-то вран там спускаться вниз надо я там был кстах вы и представить себе не можете как неудобно было путешествовать пока я не изобрела летучий порох так давай истинная слизи уйна ревелия гол ты здесь отлично да я получил твою сову что случилось с оменисом я сказал ему что мы не сможем вечно избегать темной магии и чем больше мы будем знать о салазаре слизарине и темных искусствах тем лучше мы подготовимся увы о местонахождении входа в скрипторий известно только мраксом а оменис не хотел мне говорить пожалуй надо бы с ним поговорить тебе попробовать можно но особой надежды нет оменис упрям до невозможности ничего нового я знаю где он я тебя проведу а дальше уже дело за тобой пойдем 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 он там какая темница реально будь начеку никогда не знаешь кто может тебя увидеть хотя раньше нас это не останавливало строго говоря останавливало нас поймали проклятый полтергейст от него одни проблемы вспомнил ну он такой с ебанцой вон он удачи что ты здесь делаешь я да мим проходил есть минутка в чем дело что вы с ебастином задумали на этот раз ну ладно тебе оменис я ведь честно рассказал тебе что случилось с криптой а себастин хотел чтобы у меня было безопасное место для тренировки заклинаний мне ведь надо нагонять однокурсников он надеялся что ты не будешь против в принципе идея неплохая просто в последнее время себастин постоянно надоедал мне с одним вопросом и я на него зол только не говори что он опять об этом как его скриптории он тебе об этом рассказал да мы говорили об основателе Хогвартса и он упомянул об этом но без подробностей да понимаешь он считает что в нем находится ключ к спасению Анны а я думаю что он тесно связан с темной магией которую лучше не трогать постойка ты что никогда там не был разумеется нет я знаю о темной магии благодаря любимой тете Ноктуа она это тоже не одобряла в отличии от других членов семьи честно говоря она надеялась убедить их что идеи Салазара Слизарины были куда шире чем одержимость чистотой крови она узнала об этом скриптории и решила что может узнать побольше о Слизарине она даже нашла тайный вход в этом самом коридоре она постоянно писала отцу как пытается туда проникнуть а потом просто исчезла с тех пор никто не пытался попасть в скрипторий пошла в скрипторий там пропало да я понимаю это вызывает опасения даже если в результате мы сможем узнать что случилось с твоей тетей дело все равно рискованное тетя Ноктуа пошла этим путем с добрыми намерениями и погибла не хочу чтобы такое повторилось но с чего ты взял что мы повторили свою шульту кроме того ты говорил что вы с тетей схоже мыслили это было бы в память о ней ты бы узнала с Лизарине о Себастиан об Анне твоя тетя отправилась туда одна а мы пойдем вместе и справимся вижу к чему ты клонишь тебе удалось меня увидеть не думал что это возможно хорошо я открою тебе что знаю сбегай за Себастианом я подожду не шутим бегунок бля надеюсь я ладно ща мы не пожалеем об этом Себастиан сюда скрипторий можно по помощи этих же Роган значит теперь ты готов поделиться а мне ты не рассказал даже когда я умолял об этом только что я их скажу ты тоже не сказал что я хотел услышать каких открыть вход поможет тройка карта в Москву 3 головы лучше чем 1 вообще-то 2 головы лучше чем 1 а значит 3 лучше чем 2 обычная математика оменис конфринго где-то еще есть медленно может что-то происходит надеюсь мы к этому готовы че вообще э лех ко вы где дети let's go кажется это запертая дверь думаю нужно осмотреться записка от ног ты мракс 1 из 5 я должна открыть им глаза наш рот не обязан заниматься темными искусствами уверена что с салазаром слизарин у нее все так однозначно и как только я попаду скрипторе мне удастся доказать это я написала брату теперь он знает как найти выход но добраться до скрипторе нелегко к нему ведет настоящий лабиринт с множеством испытаний здесь брат последует за мной и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков но кто мракс запись из дневника подписано ног твой мракс мракс у меня здесь был кто-то из твоей семьи знаю это была моя тетя ты знал и не сказал мне поменец в дневнике говорится что впереди много испытаний поэтому я и говорил что тут может быть опасно тетя ногтю обо всем сообщала моему припару обломки сложились в изображении человека лицом к лицу со змеей должно быть этот голос я и слышал люмос этот голос древний ты слышишь какой-то голос это началось когда тебе удалось восстановить изображение шепот сказал мне говори я змеи уст общаться со змеями и слышать их все известные змеи уст и потомки салазара слизарина вот бы и мне уметь говорить со змеями знаешь говорить на змеином языке не так уж и здорово его часто связывают с темными волшебниками я не говорил на нем много лет дверь отвориться только под звуки змеиного языка надеюсь я посеял в тебе сомнения да не вижу причин останавливаться сейчас какая ирония покидая дом я дал клятву оставить темное искусство чего я дошел отойдите отходим неужели приходится это делать сработало уминис у тебя и правда редкий дар бывает с нами двумя я чувствую себя третьим лишним бывает с нами двумя я да неважно а шо есть что-то еще кроме нас вы знаете что находится за дверью явного пути вперед это же лабиринт салазар слизарин постарался как можно больше услуган фринга дверь через которую мы пришли закрылась но впереди есть ворота и не одни стоит их изучить вдруг там есть револю подсказки конфликта а с той стороны блять люмос какие-то подсказки вот вниз вот здесь конфликта на шкале нужно сосредоточиться и используйте qe и а.д. нижний не к добру салазар слизарин специально наворотил сложностей салазар слизарин немало потрудился спрятов скрипторе хонгуртсе боюсь заблудиться в этих темных коридорах поразительно эти стены похоже не рады даже его потомку хорошо что есть жир жаровни которые дают хоть немного света но нельзя падать духом шаг за шагом не доберусь до цели в этой записи говорится о том что она заблудилась и о враждебном приеме бедная тетя ногтва выглядит не ебаный твой рот и поля что тебя удивляет мы же в лабиринте придуманным салазаром слизарином дверь не за ней еще одни ворота слизарину нравилось дразнить других наверно это семейная черта на себя посмотри себастьян я так сдохну хуя на шкале тоже все я понял тебя типа восьмерка бесконечность короче у успел славится я бы догадался ксс раз взглянем на ворота и на символы но ты и дурак нахуй или чиды я штук что а верхний ёпты короче о и бесконечность бесконечность вот она с херней символы совпали и ворота открылись я как раз собирался сам это сделать но тебе удалось меня опередить отлично так давай теперь здесь люмос вот животное с хвостом и 3 там это и типа а я а я животное с хвостом сверху само открылось звучит многообещающе ревеля загадка еще одной шкалы решена впечатляет ты молодец как-то люмос третье невероятно мои усилия вскоре будут вознаграждены я найду скрипторе и мне откроется тайна нашего предка салазар слезы наставил своим потомкам путь к славе в этом нет сомнений но кто упоминает не только мучительные тяжелые испытания но и награду мучительный люмос это меня как раз и волнует лично я слышал только что-то о награде идем дальше я провалил испытание меня хлестнуло по лицу будто настоящая змея бросилась на меня но назад на руке нет нужно продолжать путь нельзя и дальше жить по старым традициям в скрипторе и на наверняка есть что-то что может мне доказать наше наследие было понятно неверно а минис твоя тетя хотела изменить ваши семейные традиции хотела лем и именно за это я любил ее больше всех приди нам сюда как бы это написать так треугольник короче да и там внутри всякая фигня и этот медуза головастик таком слышим язык змей как мы его не понимаем головастик и треугольник такой головастик сверху треугольник снова заперто а он был не из гостеприимных да изи отлично мы еще на шаг ближе к скрипторе но только безмельно ходить по жопе нам это болеть не шажми пред них не туда давай давай там впереди что то есть что-то недоброе недоброе ворота кажется мы заперты здесь в очередной раз салазар слизарин пока не хочет нас выпускать круто написано пиздец это конец я в ловушке я слышала чей-то крика видела лица перекошенные от боли чтобы идти дальше нужно применить не при не просни тубле непростительное заклятие но должно быть у меня желание его наложить мне не просто не на кого салазар слизарин придумал невероятно жестокое испытание последнем письме своим брату язык заглупила позвав и его сюда если он отправится на мои поиски в одиночку его ждет гибели все из-за меня несмотря на наши разногласия я не желаю ему зла жаль что мы остались на такой недоброй ноте тип она поменится здесь скелет и последняя запись из дневника но кто она пишет что оказалась в ловушке и не могла выйти из-за непростительного заклятия здесь здесь она умерла мы все здесь умрем и зачем я только вас послушал не сыр трусы мне очень жаль твою тетю но я знаю что делать будет непросто да пусть если просто пацаны кого я машу меня скорее всего да ты сказал что знаешь что делать на двери изображены лица искаженные от боли а на камне высечено слово круцио думаю что дверь откроется под воздействием заклятия круциатус вот почему погибла ногтуа ей не на кого было наслать заклятие из нас всех у омениса больше всего опыта с круцио это должен сделать он похоже вы хорошо ладите с оменисом можешь попросить его об этом пиздец его я попу и знаешь его лучше чем я отлично пожелай мне удачи хотя я мог сам по я вообще сам хотел я промахнулся оменис я знаю что ты совершенно не хочешь этого делать ты прав не хочу я думал ты хорошо меня нет выбора брата но это совсем другое дело тот на кого ты наложишь заклинание сначала сам на это согласиться это будет не невинная жертва нам нужно открыть дверь чтобы заклинание сработало нужно хотеть чтобы оно сработало в этом суть непростительных заклинаний если это необходимо кто-то из вас должен это сделать и что теперь делать оменис отказался снова применять круциатус глупости будто погибнуть здесь давай я применю на тебе надо решить я могу научить тебя круцио или использовать его против тебя стойко ты не говорил что умеешь накладывать круцио потому что я и сам в этом не уверен оменис об этом знает но не оставил нам выбора я не хочу чтобы нас постигла участь но кто мракс думаю я смогу применить его если придется были так но я хочу это заклятим потому что это контент жесткий я хочу научиться за так но лучше ты наложи его на меня вообще ты меня сюда привел правильно лучше меня и я наложил на тебя да похуй на меня клади блять поебать я хочу научиться этому заклятию но не стану применять его к тебе давай ты наложишь его на меня я этого не забуду пиздец этому это же пытка ебать и какое кончено я блять штука на пробел f пока ему ебать сложно искать не то прошло круцио готов лучше пиздец и что долго меня пиздец будет ты и шаг блять и кого же такой хуету придумать порядке да было просто невыносимая ну ничего переживу пошли дальше тут трешных мы нашли скрипторий салазара слизарина если тут две легендарки не будет верить то сука на меня охуели скрипторий салазара слизарина секретные секретный хорошо защищена комната под хомбуртсом где салазар слизарин похоже проводил много времени строя долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя разногласиях которые у него были другими основателями книга заклинания слизарина здесь книга тебе удалось что-то найти идите дальше поглядите что там а я здесь задержусь а где твои комментарии по поводу моих пыток блять неформальная ебать школьная форма это все хорошо боюсь мы не придем к согласию никто из них не желает слушать голос разума я уповал на то что гондрик мыслит так же как и я что он понимает почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей он находится под влиянием лепого убеждения что маглорожденный столь же способны к магии как и чистокровные волшебники он пришел в ярость когда я выразил свое недовольствие на эту тему прежде чем он успел ее озвучить это утомляет я больше не могу видеть как по коридорам разгуливают юные бездны ревдающие себя за ведьм и волшебников с тяжелым сердцем я покидаю это место я погружу существо в глубокий сон и оно будет ждать пока его не пробудет тот который разделяет мои взгляды потомок желающий исправить то что они так необдуманно натворили избавитель избавитель который сгонит тех кто не достойно находиться в стенах омварса и способен лишь запятнать мое наследие такое ебучий что скажешь похоже на книгу заклинаний невероятно вещь принадлежат окружавший основателю хогвартса какая честь поверить не могу что оменис никогда не рассказывал мне о своей тете и о том что ей удалось обнаружить что будешь делать с книгой слизарина я собираюсь ее прочесть мои родители были преподавателями и с малых лет привили мне эту привычку но это можно сделать и позже предлагаю хорошенько осмотреть эту комнату просто дух захватывает ревелли я не хочу уходить но я в долгу перед вами обоими че тут из вас двоих мы бы ни за что не зашли так далеко нифига тут нет нам очень повезло что мы не погибли давайте поклянемся что больше не будем в такое лезть да зелья сами себя не изучит ой заклинание я вижу выход лучшее что я слышал за день и где мы насчет твоей тети не надо себасти я сейчас говорю серьезно мы обязаны поклясться что больше никогда не станем связываться с темной магией понимаю мне очень жаль что твоя тетя погибла оменис думаю после всего случившегося я благодарен за то что удалось узнать о ее судьбе спасибо тебе и пошел о так я тебя и ждал и откуда пойдешь после никогда за нпс не следил но более-менее такой основной персонаж Пом, пом, пом. Хм, блин, интересно, или он будет кругами, блядь, по замку ходить. Давай подумаем пока, куда его поставить. А, ну это прям серьезное заклинание, я бы сказал. Ну это вместо, наверное, вот этого. Так непривычно, зеленый. Наверное, реально он будет ходить по всему замку. Если это на гитаре, играй. Или у нее есть конкретная цель. Чего родной? Хэллоуин, что ли? Народь пошел уже. Ривеллио. Лебиоса. Ривеллио. Ха! Хм, ну вы очень почему-то, блядь. О, обратно пошел. Наверное, у них есть маршрут, понял, в NPC. Типа он туда-сюда, блядь, вот так ходит. Ну, возможно, он меняется там, тусуется как-то. Че там у нас? Я бы на сегодня закончил. Насыщенный очень стрим у нас был и ткацкий станок Винариум, да? Помощь Сироне, битва с троллем, помощь Гоблину. Украли Лутилёнка, да? Печеньку. Как он. Эльф, который вообще, блядь, его замучил, нахуй, хозяина. И Скрипторий. И, получается, заклинание Коррупции Атус. я бы да 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 это все потом я бы хотелось посмотреть им на комбу вот это на самые сильные здесь реально комбо можно хорошие делать уж когда много вот после вот больше двух мне сложно реально уже делать что-то идеально самые мощные комбы это это потом это потом вообще наверное даже это потом вот это он выхватывает палочку и наносит этот наверно даже вот это потом вот это потом инцидио то н.н. бомбарда который у нас нет вот там заморозка резко вверх вниз и тут уже не знаю на другие комбы но они в определенное какое-нибудь место мы придем нашу любимую комнату и будет бомбом все он да тут вообще все уважаем из-за приготовленными зельями на все сколько у нас деле вообще 9 максимум 9 и дурус 4 невидимости 9 грозового и этих и эти все делом неплохо на хрена будут а это задание мы сделали же да надо наверно в следующем стриме там сидеть смотреть какие задания у нас а вот вернитесь к профессору честноук наверное следующее потом вот это или это вот это сделать может быть до летные навыки почему почему бы не полетать значит записываю сразу из ног только гавы путь так ведь да все такой не очень длинный стрим ногу очень насыщенный сохранить игру сохраним ну и на этом все я уже перечислил что будет как стрим прям наверно будет завтра следующий если завтра николай может рафт то значит будет рафт если не может значит быть хогвартс а может быть ящик две игры но это вряд ли то что раф такая раз тяжелая да и тоже ну сидеть вот это стоять целый день с ума садишь как-то так в любом случае стрим завтра а вот по какой игре пока не точная информация вот так вот 6 серия канал иным лист пока